This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Фёдор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Сверка произведена по собранию сочинений в 10 томах. Москва. Художественная литература. 1957 год. Подполье. Начало заметки. И автор записок самые записки, разумеется, вымышленны. Тем не менее, такие лица, как и сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывается наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики поведнее обыкновенного один из характеров протекшего недавно времени. Это один из представителей ещё доживающего поколения. В этом отрывке о заглавленном подполье это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие записки этого лица о некоторых событиях его жизни. Фёдор Достоевский. Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша, ни смысла в моей болезни. Не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился. Хотя медицину докторов уважаю. К тому же я ещё и суеверен до крайности. Ну, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет, я не хочу лечиться со злостью. Вот этого, наверное, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственное только себе поврежу и никому больше. Но всё-таки, если я не лечусь, так это со злостью. Печёнка болит, так вот, пускай же её ещё крепче болит. Я уже давно не так живу. Лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал. Стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота. Но я её не вычеркну. И её написал, думая, что выйдет очень острым. А теперь, когда увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркнул. Когда к столу, у которого я сидел, подходили бывало просители за справками. Я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большую частью всё был народ робкий. Известно просителям, но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я, наконец, одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось ещё в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чём состоял главный пункт моей злости? Да в том и состояла вся штука. В том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьёв пугаю напрасно и себя этим тишу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне щеку с сахарцем. Я, пожалуй, успокоюсь. Даже душой умилюсь. Хоть уже, наверное, потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай. Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Создольте наврал. Я просто баловством занимался и с просителем, и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-примного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели, и из меня вон наружу просились. Но я их не пускал. Не пускал наружу, но не пускал наружу. Они мучили меня до стыда, до конвульсии. Меня доводили. И надоело мне наконец. Как надоели. Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваю, что я в чем-то у вас прощения прошу? Я уверен, что вам это кажется. А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется. Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразняя себя злобным, ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделать, а делать чем-нибудь только дурак. Да, умный человек 19-го столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет это вся жизнь, ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Кто живет дольше сорока лет, отвечайте искренно, честно. Я вам скажу, кто живет. Дураки, негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым, благоухающим старцам, всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу, до семидесяти лет проживу, до восьмидесяти лет проживу. Постойте, дайте дух перевести. Наверное, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу. Ошиблись. И в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется, или как вам может быть кажется. Впрочем, если вы раздражены всей этой болтовней, а я уже чувствую, что вы раздражены, вы думаете спросить меня, кто же я таков именно, то я вам отвечу. Я один коллегский асессор. Я служил, чтобы было что-нибудь есть, но единственное для этого. И когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тут же вышел в отставку. Я поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя деревенская баба, старая, злая от глупости. И от нее, к тому же, всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат в Петербургстве мне становится вреден, и что я с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду из Петербурга. Я не потому не выйду. Эх, да ведь это совершенно все равно. Выйду я или не выйду. А, впрочем, о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ. О себе. Ну так и я буду говорить о себе. The end of the first chapter. Федор Достоевский. Записки из подполья. Глава 2. Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделать. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым, но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать эту болезнь, настоящую болезнь, для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания. То есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достигается на долю развитого человека, нашего несчастного 19-го столетия, и сверх того, имеющего сугубое несчастье обидать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. Города бывают умышленные и неумышленные. Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтобы поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона, гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, как же может своими же болезнями чесавиться, даже, да еще ими форсить? Впрочем, что ж я, все это делают, болезнями-то и чесавятся, а я, пожалуй, больше всех буду. Не будем спорить, в моем возражении нелепо, но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезней. Я стою на том. Оставим мы это на минуту. Скажите мне вот что. Отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, те же самые минуты, в которые я наиболее способен был осознавать все тонкости всего прекрасного и сокого, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не осознавать, а делать такие неприглядные деяния, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее осознавал, что их совсем бы не надо делать. Чем больше я осознавал о добре и о всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я и опускался в мою тину, и тем способнее я был совершенно завязан в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было. Я как будто ему и следовало так быть. Как будто это было самое нормальное состояние, а отнюдь ни болезни, ни порча, так что, наконец, у меня неохота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил, а может и в самом деле поверил, что это, пожалуй, есть нормальное мое состояние. А сперва-то, в начале-то, сколько мук я вытерпел в этой борьбе. Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился, даже, может быть, и теперь стыжусь. До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подлинненькое наслаждение с возвращаться. Бывал в иную, гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно осознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь. И внутренняя тайна грызть себя за это зубами, пилить и засать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость. И, наконец, в решительное, серьезное наслаждение. Да, в наслаждение. В наслаждение. Я стою на том. Я потому и заговорил, что во мне все хочется, наверное, узнать. Бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения. От того, что уж сам чувствую, что до последней стены дошел. Что искверно это, но что нельзя тому иначе быть. Что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаться другим человеком. Что если бы даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверное, сам бы не захотел переделываться. А захотел бы, так и тут бы ничего не сделал. Потому что на самом-то деле и переделываться-то может быть не во что. А главное, и в конце концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов. А следовательно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания прав, что подлец, как будто это подлец утешения, коль он уж сам ощущает, что он действительно подлец. Ну, довольно. Эх, нагородил-то. А что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Ну, я объясню. Я так и доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнительно и обивчив, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мной такие минуты, что, если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже рад этому рад. Говорю серьезно. Серьезно. Наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно, когда уж очень сильно осознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то да тут так и придавит сознание о том, в какую масть тебя растерли. Главное же, как не раскидывая, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и что всего обиднее без вины виноват и так сказать по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают. И иногда, поверите ли, даже это совестилось. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не смотрел людям прямо в глаза. Потому, наконец, виноват, что, если бы и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверное, ничего бы не сумел сделать из-за моего великодушия. Не простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать. Не забыть, потому что хоть законы природы, а все-таки обидно. Наконец, даже я захотел быть вовсе не великодушным, а, напротив, пожелал бы отомстить обидчику, то я и отомстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. Отчего не решился бы, об этом мне хочется сказать два слова особо. The end of the second chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Глава 3. Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, как это, например, делается, ведь их, как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. Кстати, перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятеля искренне пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, людей, думающих, а следственно ничего не делающих, не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разряжающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Но по стене после. Ну, такого-то вот непосредственного человека я считаю настоящим нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп. Я в этом с вами не спорю. Но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп. Почему, вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что, если, например, взять антитез нормального человека, то есть, человека, усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из злона природы, а из реторты, это уже почти мистицизм, господа. Но я подозреваю и это. То этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно и прочее. И главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь. его об этом никто не просит, а это важный пункт. Взглянем теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена. Она почти всегда бывает обижена и тоже желает отомстить. Злость это в ней может еще и больше накопиться, чем в «Л'Ом де ла натюр и де ла веритей». Гадкая низкая желаница воздать обидчику тем же злом может еще и гаджа скребется в ней, чем «Л'Ом де ла натюр и де ла веритей». Потому что «Л'Ом де ла натюр и де ла веритей» по своей врожденной глупости считает свое мщение просто-запросто справедливостью, а мышь вследствие усиленного сознания отрицает тут справедливость. Находит наконец до самого дела, до самого акта мщения. несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже наградить кругом себя в виде вопросов и сомнений столько других гадостей, к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что в неволе кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над ней во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все свои лапки и улыбнуться и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть свою щелочку. Там, в своем мерзком вонючем подполье наша обиженная прибитая и осмеянная мышь медленно погружается в холодную ядовитую и главное вековую вековечную злость. 40 лет сряду будет припоминать до последних самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие злобно подразнивая раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все прибонит, все переберет, она выдумает на себя небывальщина под предлогом, что она тоже могла случиться и ничего не простит. Пожалуй, мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами из-за печки инкогнито и не веря ни своему праву мстить, ни успеху своему мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить, сама выстрелит во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. на смерть мадре опять-таки все припомнит с накопившимся за все время процентами, но именно вот в этом холодном омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо, с горя, в подполье на 40 лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых на веки решений и через минуты опять наступающих раскаяний и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанию, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. Может, еще и те не поймут, прибавите вы от себя, оскобляясь. Некоторые никогда не получали пощечин, и таким образом межливо намекнете мне, что я в мою жизнь может быть тоже испытал пощечину, потому и говорю как знаток, без обзаклад, что вы это думаете. Ну, успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как бы вы об этом не думали. Я, может быть, еще сам жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин, но довольно ни слова больше об этом чрезвычайно для вас интересная тема. Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти, господа, при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки во всю горло, хоть это положено и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность, значит, каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и ничего, морщится, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жира тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных, и что в этом результате разрешаются под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни, предрассудки. Так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два математика. Попробуйте возразить. Помилуйте, закричат вам, восставать нельзя, это дважды два четыре, природа вас не спрашивается, ей дело не до ваших желаний, и до того, нравится ли вам ее закон или не нравится. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена, и так далее, и так далее. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы едва жиды два четыре не нравятся. Разумеется, я не пробью такую стену лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней, потому только, что у меня каменная стена, и у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть, успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственное только потому, что она дважды двадцать четыре. О нелепости нелепости и то ли дело все понимать, все осознавать, все невозможности и каменные стены. Не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен. Если вам мерзит примиряться, дойти путем самых неизвестных логических комбинаций до самых отвратительных заключений, на вечную тему о том, что даже и в каменной стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват и вследствие этого молча бессильно скрижуща зубами, сладострастно измерить в инерции мечтая о том, что даже из лица выходит тебе не на кого, что предметы не находятся, а может быть и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, неизвестно что, неизвестно кто, но несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит. Глава 4. Ха-ха-ха, да вы после этого и в зубной боли отыщите наслаждение, вскрикните вы со смехом. А что ж, и в зубной боли есть наслаждение, отвечу я. У меня целый месяц болели зубы, я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут, но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве это и вся штука. В этих стонах выражается наслаждение страдающего. Не ощущал бы он в них наслаждение, он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа. Я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унесительная бесцельность вашей боли, вся законность природы, на которой вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть. Сознание, что вы со всевозможными вагенгеймами вполне в рабстве ваших зубов, что захочет кто-то и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет так и еще три месяца проболят. И что, наконец, если вы еще не согласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается наконец наслаждение, находящее иногда до высшего сладострасти. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека 19-го столетия, страдающего зубами, это на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто от того, что зубы болят, но так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием европейской цивилизации стонет, как человек отрешившийся от почвы и народных начал, как теперь выражается, в стоны его становятся какие-то скверные, пакостно злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что он никакой себе пользы не принесет стонами, лучше всех знать, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает. Знаете, что даже и публика, перед которой он старается и все семейство его уже прислушают к нему сомерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе проще стонать, без рулат и без вывертов, а что он только так со злостью с яхидством балуется. Ну так вот, в этих-то всех сознаниях и позорах заключается сладо страсти, дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю, так вот, не спите же, чувствуете же вы и вы, каждую минуту, что у меня зубы болят, я для вас уж теперь не героя, им прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, Шенопан, Шенопан, ну, так пусть же, я очень рад, что вы меня раскусили, вам скверно слушать мои подлинненькие стоны, ну так пусть скверно, вот я вам сейчас еще скверниру, ладу сделаю, не понимаете и теперь, господа, нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострасти, вы смеетесь, очень рад моей шутке, господа, конечно, дурного тона, неровная, сбивчивая, с самонедоверчивостью, но ведь это от того, что я сам себя не уважаю, разве сознающий человек может сколь-нибудь себя уважать? The end of the chapter 4. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий Федор Михайлович Достоевский Записки из подполья Глава 5 Ну разве можно? Разве можно хоть сколь-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от притерного какого-нибудь раскаяния так теперь говорю, да и вообще терпить я не мог говорить. Простите, папаша, вперед не буду. Не потому, чтобы я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен отбывал, да еще как, как нарочно и в лопависть бывало. В таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гажа. При этом я опять-таки душой умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило. Тут уж даже из законов природной нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать, да и тогда гадко было, ведь через минуту какую-нибудь я уже со слову соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная, напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ за тем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть, вот и пускался на вывертым, право так, замечайте получше, сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сами себе приключения выдумали, и жизнь выдумывал, и жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь допожить. Сколько раз мне случалось, ну, хоть, например, обижаться, так не из-за чего, нарочно, и ведь сам знаешь, бывало, что ни из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец права и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие шутки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе невластен, в другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас, в глубине души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим заправским образцом ревнуюсь, себя выхожу, и все от скуки, господа, все от скуки, инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания это инерция, то есть сознательное сложа руки сиденья. Я уже об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю, все непосредственные люди и деятели потому и деятельно, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот, а вот как. Они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают. Таким образом, скорее и легче других убеждается, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокаиваются, а ведь это главное. И чтобы начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтобы сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокую? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тот же тащит за собой другую, еще первоначальные и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять стало быть законом природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните, давеча вот я говорил о мещении. Вы верно не вникли. Сказано, человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначально, значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, следовательно, следственно и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делать честное справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только и злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить место первоначальной причины, именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет? Я, Таевича, ведь с этого и начал. Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь, предмет улетучивается, резоны испаряются виновными к ним, отыскиваются, обиды становятся не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно остается опять-таки тот же самый выход, то есть стену больнее пролюбить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. Попробуй увлекись своим чувством слева, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время возненавить или полюбить, чтобы только нестись с вашей руки. Послезавтра это уж самый поздний срок самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате мыльный пузырь и инерция. О, господа, ведь я может потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть пути болтун безвредный, досадный болтун, как и все мы, но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее. The end of the chapter 5. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Глава 6. О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал? Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе. Хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос. Кто такой? Ответ. Лентяй. Да ведь это приятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен. Значит, что значит, есть что сказать бы мне. Лентяй. Да ведь это звание и назначение. Это карьерос. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба в оправу и занимаюсь только тем, что бесперерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то, что с покойной, а с торжествующей совестью и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру. Я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это прекрасное и высокое. Сильно таки надавило мне затылок в мои сорок лет. Но это в мои сорок лет, а тогда было бы иначе. Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, а именно пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтобы сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое, в гачащей, бесспорной дряни, отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Гея, тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Гея, потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал как кому угодно, тотчас же пью за здоровье кого угодно, потому что люблю все прекрасное и высокое. Уважение к себе за это потребую Преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважение Живу спокойно, умираю торжественно Да ведь это прелесть, целая прелесть И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил Такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня Вот так плюс, вот так уж настоящее положительное А ведь, как хотите, такие отзывы при приятно слышите в наш отрицательный век, господа The end of the chapter 6 Глава 7 Но все это золотые мечты О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакостью, что не знает настоящих своих интересов А что если бы его просветить, открыть ему глаза на его настоящие нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным Потому что будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду А известно, что ни один человек не может действовать за знамо против собственных своих выгод Следовательно, так сказать по необходимости, стал бы делать добро О, младенец, о, чистое невинное дитя Да когда же, во-первых, бывало во все эти тысячелетия, что человек действовал только из одной своей собственной выгоды Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди за знамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды Отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу На риск, на авось, никем и ничем не принуждаемы к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги И упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды Выгода. Что такое выгода? Доберете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтобы в ином случае себя худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь, смейтесь, господа, но только отвечайте Совершенно ли верно, сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических форм Ведь ваши выгоды – это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее Так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да, и, конечно, по-моему, абскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно Отчего-то так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого при исчислении человеческих выгод постоянно одну выгоду пропускают Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать А от этого и весь расчет зависит Беда бы невелика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает Ни в один список не умещается У меня, например, есть приятель Эх, господа, да ведь и вам он приятель Да и кому, кому он не приятель Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам велеречиво и ясно Как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах С насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели И ровно через четверть часа без всякого внезапного построенного повода, а именно почему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, выкинет совершенно другое колено То есть, явно пойдет против того, о чем сам говорил, и против законов рассудка, и против собственной выгоды Ну, одним словом, против всего Предупрежду, что мой приятель лицом собирательный, и потому только его одного винить как-то трудно Тут и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод Или, чтобы уж логики не нарушать, есть одна такая самая выгодная выгода Именно пропускаемая это, вот об которой сейчас говорили Которая главнее и выгоднее всех других выгод И для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти То есть, против рассудка, чести, покоя, благоденствия Одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей Лишь бы только достигнуть этой первоначальной самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего Ну так, все-таки выгоды же, перебиваете вы меня Позвольте-с, мы еще объяснимся Да и не в каламбуре дело А в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушают И все системы, составленные любителями рода человеческого Для счастья рода человеческого, постоянно разбивают Одним словом, всему мешает Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично И потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы Все эти теории разъяснений человечеству настоящих нормальных его интересов С тем, чтобы оно необходимо, стремясь достигнуть этих интересов Стало бы точно добрым и благородным Пока есть, по моему мнению, одна логистика Да, с логистика Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого Посредством системы его собственных выгод Ведь это, по-моему, почти тоже Ну, хоть утверждается, например, вследствие за Боклем Что от цивилизации человек смягчается Следовательно, становится менее кровожаден И менее способен к войне По логике-то, кажется, у него и так выходит Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу Что готов умышленно исказить правду Готов видом не видать и слыхом не слыхать Только чтобы оправдать свою логику Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример Доглянитесь кругом, кровь рекой льется Да еще развеселым таким образом точно шампанское Вот вам все наше 19-е столетие В котором жил и Бокль Вот вам Наполеон, великий, теперешний Вот вам Северная Америка, вековечный союз Вот вам, наконец, карикатурный шлезвик Гольдштейн И что такое смягчает нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений И решительно ничего больше А через развитие этой многосторонности Человек еще, пожалуй, дойдет до того Что отыщет в крови наслаждение Ведь это уж и случалось с ним Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы Почти сплошь были самые цивилизованные Господа, которым все эти разные аттилы Да стенки разные Иной раз в подметки не годились И если они не так ярко бросаются в глаза, как аттила и стенка раз Так это именно потому, что они слишком часто встречаются Слишком обыкновенно примелькались По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден То уже, наверное, хуже, га же кровожаден, чем прежде Прежде он видел в кровопролитии справедливость И с покойной совестью истреблял кого следовало Теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью А все-таки этой гадостью занимаемся Да еще больше, чем прежде Что хуже, сами решите Говорят, Клеопатра Извините за пример из римской истории Любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц И находила наслаждение в их криках и корчах Вы скажете, что это было во времена, говорят, относительно варварские Что и теперь во времена варварские Потому что тоже, говорят, относительно и теперь булавки втыкаются Что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские Но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится Когда совсем пройдут кое-какие старые дурные привычки И когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться И, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами Мало того, тогда, говорите вы, сама наука научит человека Хоть это уж и роскошь, по-моему, что ни воли, ни каприза На самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало А что он сам не более, как нечто вроде фортепьяной клавиши или органного штифтика И что сверх того на свете есть еще законы природы Так что все, что он не делает, делается вовсе не по его хотению А само собой, по законам природы Следственно, эти законы природы стоит только открыть И уж за поступки свои человек отвечать не будет И жить ему будет чрезвычайно легко Все поступки человеческие само собой будут расчислены тогда по этим законам Математически, вроде таблицы логарифмов до 108 тысяч И занесены в календарь Или еще лучше того Появятся некоторые благонамеренные издания Вроде теперешних энциклопедических лексиконов В которых все будет так точно исчислено и обозначено Что на свете уже не будет боли, ни поступков, ни приключений Тогда-то это все выговорить Останут новые экономические отношения Совсем уж готовые и тоже вычисленные с математической точностью Так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы Собственно, потому что на них получаются всевозможные ответы Тогда выстроится хрустальный дворец Тогда, ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган Конечно, никак нельзя гарантировать Это уж я теперь говорю Что тогда не будет, например, ужасно скучно Потому что что же делать-то, когда все будет расчислено по табличке Зато все будет чрезвычайно благоразумно Конечно, от скуки чего не выдумаешь Ведь золотые булавки от скуки втыкаются Но это бы все ничего Скверно то Это опять-таки я говорю Что чего доброго, пожалуй, и золотыми булавками тогда обрадуются Ведь глуп человек, глуп феноменально То есть он хочет, он хоть и вовсе не глуп Но уже зато неблагодарен так Что поискать другого так не найти Ведь я, например, нисколько не удивлюсь Если вдруг ни с того, ни с сего Среди всеобщего будущего благоразумия Возникнет какой-нибудь джентльмен С неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной Насмешчивой физиономией Упрет руки в боки И скажет нам всем А что, господа, не столкнуть ли нам Все это благоразумие с одного раза ногой прахом Единственное с той целью Чтобы все эти логарифмы Отправились к черту И чтобы нам опять По своей глупой воле пожить Это бы еще ничего, но обидно то, что Ведь непременно последовательный найдет Так человек устроен И все это от самой пустейшей причины Об которой бы, кажется, и упоминать не стоит Именно от того, что человек всегда и везде Кто бы он ни был Любил действовать так, как хотел А вовсе не так, как повеливали ему разум и выгода Хотеть же можно И против собственной выгоды А иногда и положительно должно Это уже моя идея Собственно Своё собственное, вольное И свободное хотение Свой собственный Хотя бы самый дикий каприз Своя фантазия Раздраженная И иногда хоть бы Даже до сумасшествия Вот это то Всё и есть Та самая пропущенная Самая выгодная выгода Которая Ни под какую классификацию не подходит И от которой Все системы и теории Постоянно Постоянно Разлетаются к черту И из чего Это все взяли Все эти мудрецы Что человеку надо Какого-то нормального Какого-то добродетельного хотения С чего это Непременно вообразили Они, что человеку надо Непременно благоразумно Выгодного Благоразумно Выгодного хотения Человеку надо Одного только Самостоятельного хотения Чего бы эта самостоятельность Не стоила И к чему бы не привела Ну и хотение Ведь черт знает The end of the chapter This is a LibriVox recording All LibriVox recordings Are in the public domain For more information Or to volunteer Please visit LibriVox.org This reading By Яковлев Фадедик Федор Михайлович Достоевский Записки из-под поля Глава 8 Ха-ха-ха Да ведь хотение Это в сущности Если хотите и нет Прерывайте вы с хохотом Наука даже О всю пору До того успеха Разанатомировать человека Что Уже теперь нам известно Что хотение И так Называемая свободная воля Есть не что иное Как Постойте, господа Я и сам так начать хотел Я признаюсь Даже испугался Я только что хотел Было Прокричать Что хотение Ведь Черт знает От чего зависит И Что это пожалуй Слава богу Да Вспомнил про науку То И Оселся Да вы тут и заговорили Ведь В самом деле Ну Если Вправду найдут Когда-нибудь Форму Всех наших Хотений И капризов То есть От чего Они зависят По каким Именно Законам Происходит Как именно Распространяются Куда стремятся В каком В таком И в таком То случае И прочее И прочее То есть То есть Настоящую Математическую Формулу Так ведь Тогда человек Тотчас же Пожалуй Перестанет Хотеть Да еще Пожалуй Не наверное Перестанет Ну что за ход Хотеть по табличке Мало того Тотчас же Образиться Он из человека В органный Штифтик Или вроде того Потому что Что же Такой человек Без желаний Без воли Без хотений Как не штифтик В органном Вале Как вы думаете Сосчитаем Вероятности Может Это случится Или нет Хм Решаете вы Наши хотения Большую частью Бывают Ошибочно От ошибочного Взгляда На наши выгоды Мы потому И хотим Иногда Чисто Вздору Что В этом вздоре Видим По глупости Нашей Легчайшую Дорогу Достижения Какой-нибудь Заранее Предположенной Выгоды Но когда Все это Будет Растолковано Расчислено На бумажке Что очень Возможно Потому что Гнусно И бессмысленно Заранее верить Что иных законов Природы Человек Никогда Не узнает То тогда Разумеется Не будет Так называемых Желаний Ведь Если хотение Стакнется Когда-нибудь Совершенно С рассудком Так ведь Уж мы Будем тогда Рассуждать А не Хотеть Собственно Потому что Ведь нельзя Же Например Сохраняя Рассудок Хотеть Бессмыслиться И таким Образом Заснамо И идти против Рассудка И желать Себе Вредного А так Как Все Все Хотения И Рассуждения Могут Быть Действительно Вычислены Потому что Когда-нибудь Откроют Же Законы Так называемые Нашей Собственной Воли То стало Быть Кроме Шуток Может Устроиться Что-нибудь Вроде Таблички Так что Мы Действительно Хотеть Будем По этой Табличке Ведь Если Мне Например Куда-нибудь Расчислят И докажут Что Если Я Показал Такому-то Кукиш Так Именно Потому что Я не мог Не показать И что Непременно Таким-то Пальцем Должен Был Его Показать Так что Так что Тогда Во мне Свободного Это Останется Особенно Если Я Ученый И Где-нибудь Курс Наук Кончил Ведь Я Тогда Вперед Всю Мою Жизнь На 30 лет Рассчитать Могу Одним словом Если И Устроится Это Так ведь Нам Уж Нечего Будет Делать Все равно Надо будет Принять Да и вообще Мы должны Не уставать Повторять Повторять Себе Что Непременно В такую-то Минуту И в таких-то Обстоятельствах Природа Нас не спрашивается Что нужно Принимать ее Так как Она есть А не так Как мы Фантазируем И Если Мы действительно Стремимся К табличке И к календарю Есть вещь хорошая Это Беспортно Но Рассудок Есть только Рассудок И удовлетворяет Только Рассудочные Способности Человека А хотение Есть проявление Всей жизни То есть Всей человеческой жизни И с рассудком И со всеми Подчесываниями И хоть Жизнь наша В этом проявлении Выходит зачастую Дринцом Но Все таки Жизнь А не одно Только Извлечение Квадратного Корня Ведь я Например Совершенно Естественно Хочу жить Для того Чтобы Удовлетворить Всей моей Способности Жить А не для того Чтобы удовлетворить Одной Только моей Рассудочной Способности То есть Какой нибудь Одной Двадцатой Доли Всей моей Способности Жить Что знает Рассудок Рассудок Знает только то Что успел узнать И но пожалуй Никогда не узнает Это хоть и не утешение Но чего же Твоей не высказать А натуре Человеческое Действует Вся целиком Всем что в ней есть Сознательно И бессознательно И хоть Врет Доживет Я подозреваю Господа Что Вы смотрите на меня С сожалением Вы повторяете мне Что Не может Просвещенный И развитой человек Одним словом Такой Каким будет Будущий человек Зазнамо Хотеть Чего-нибудь Для себя Невыгодного Что это Математика Совершенно Согласен Действительно Математика Но повторяю вам В сотый раз Есть один Только случай Только один Когда человек Может нарочно Сознательно Пожелать Себе даже Вредного Глупого Даже глупейшего Именно Чтобы Иметь право Пожелать себе Даже И глупейшего И не быть Связанным Обязанностью Желать себе Одного Только Умного Ведь это Глупейше Ведь это Свой каприз И в самом деле Господа Может быть Все выгоднее Для нашего брата Из всего Что есть на земле Особенно В иных случаях А в частности Может быть Выгоднее Всех Выгод Даже И в таком Случае Если приносит Нам Явный вред И противоречит Самым здравым Заключением Нашего Рассудка Выгодок Потому что Во всяком случае Сохраняет нам Самое главное Самое дорогое То есть Нашу личность И нашу Индивидуальность Иные вот Утверждают Что Это и в самом деле Всего Для человека Дороже Хотение Конечно Может если Хочет И сходиться С рассудком Особенно если Не злоупотреблять Этим А Пользоваться Умеренно Это и полезно И даже Иногда Похвально Но Хотение Очень часто И даже Большую часть Совершенно И упрямо Разногласит С рассудком И И И Знаете ли Что И это полезно И даже Иногда Очень похвально Господа Положим Что Человек Не глуп Действительно Ведь Никак Нельзя Это Сказать Про него Хоть бы По тому Одному Что Если Он Будет Глуп Так Ведь Кто Тогда Будет Умен Но Если И не Глуп То Все Таки Чудовищно Неблагодарен Неблагодарен Феноменально Я Даже Думаю Что Самое Лучшее Определение Человека Это Существо На двух Ногах Неблагодарное Но Это Еще не Все Это Еще не Главный Недостаток Его Главнейший Недостаток Его Это Постоянное Неблагонравие Постоянное Начиная От Всемирного Потопа До Шлезвия Гальштейнского Периода Судеб Человеческих Неблагонравие Неблагоразумие Ибо Давно Известно Что Неблагоразумие Не иначе Происходит Как от Неблагонравия Попробуйте Бросить Взгляд На Историю Человечества Ну Что Вы Видите Величественно Пожалуй Хоть и Величественно Уж Один Колосс Сарадовский Например Чего Стоит Недаром Ж Господин Анаевский Свидетельствует О нем Что Одни Говорят Будто Он Есть Произведение Рук Человеческих Другие Утверждают Что Он Создан Самую Природу Самую Природу Пестро Или Пестро Пожалуй Хоть Пестро Разобрать Только Во все Века И у Всех Народов Одни Парадные Мундиры На Военных Истанских Уж Одно Это Чего Стоит А С Мундирами И Совсем Можно Ногу Сломать Ни Однообразно Ну Пожалуй Однообразно Дерутся Да Дерутся И Теперь Дерутся И Прежде Дрались И После Дрались Согласитесь Что Это Даже Уж Слишком Однообразно Одним Словом Все Можно Сказать О Всемирной Истории Все Что Только Самому Расстроенному Воображению В голову Может Прийти Одного Только Нельзя Сказать Что Благоразумно На Первом Слове Поперкнетесь И даже Вот Какая Тут Штука Поминутно Встречается Постоянно Ведь Являются В жизни Такие Благонравные И Благоразумные Люди Такие Мудрецы И любители Рода Человеческого Которые Именно Задают Себе Целью Всю Жизнь Вести себя Как Можно Благонравнее И Благоразумнее Так Сказать Светить Собой Ближним Собственно Для того Чтобы Доказать Им Что Действительно Можно На свете Прожить И Благонравно И Благоразумно И что И что Ж Известно Многие Из этих Любителей Рано Ли Познали Под конец Жизни Изменяли Себе Произведя Какой нибудь Анекдот Иногда Даже Из Самых Неприличнейших Теперь Вас Спрошу Что Что Можно Ожидать От Человека Как От Существа Одаренного Такими Странными Качествами Да Сыпьте Его Всеми Земными Благами Утопите В счастье Совсем С головой Так Чтобы Только Пузырьки Вскакивали На поверхности Счастья Как На воде Дайте Ему Такое Экономическое Довольство Чтоб Ему Совсем Ничего Больше Не Оставалось Делать Кроме Как Спать Кушать Пряники И хлопотать О Непрекращении Всемирной Истории Так вот Вам И тут Человек И тут Из одной Неблагодарности Из одного Пасквиля Мерзость Сделает Рискнет Даже Пряниками Нарочно Пожелает Самого Пагубного Вздора Самой Неэкономической Бессмыслицы Единственное Для того Чтобы Ко всему Этому Положительному Благоразумию Примешать Свой Пагубный Фантастический Элемент Именно Свои Фантастические Мечты Свою Пошлейшую Грубость Пожелает Удержать За собой Единственное Для того Чтобы Самому Себе Подтвердить Точно Это Так уж Очень Необходимо Что Люди Все еще Люди Они Фортепианные Клавиши На которые Хоть и И играют Сами Законы Природы Собственно Ручно Но Грозят До того Доиграться Что уж Мимо Календаря И Захотеть Ничего Нельзя Будет Да ведь Мало того Даже В том Случа Если он Действительно Бы оказался Фортепианой Клавишей Если бы Это Доказать Ему Даже Естественными Науками И Математически Так И Тут Не образумится А нарочно Напротив Что-нибудь Сделать Единственное И с одной Неблагодарностью Собственно Настоять На своем А в том Случае Если средств У него Не окажется Выдумает Разрушение И хаос Выдумает Разные Страдания И Настоять Таким На своем Проклятие Пустит Последует А так как Проклинать Может Только один Человек Это уже Его Привилегия Главнейшим Образом Отличающая Его От других Животных Так ведь Он Пожалуй Одним Проклятием Достигнет Своего То есть Действительно Убедиться Что он Человек А не Фортепианные Клавиши Если Вы скажете Что И это Все Можно Рассчитать По табличке И хаос И мрак И проклятие Так уж Одна Возможность Предварительного Расчета Все Остановит И Рассудок Возьмет Свою Так Человек Нарочно Сумасшедшим На этот Случай Сделается Чтоб Не иметь Рассудка И настоять На своем Я верю В это Я отвечаю За это Потому что Ведь Все дело Человеческое Кажется И действительно В том Только И состоит Чтобы Человек Поминутно Доказывал Себе Что он Человек И не штифтик Хоть Своими Боками Додоказывал Хоть Трогладитством Додоказывал А после Этого Как не согрешить Не похвалить Что Этого Еще нет И что Хотение Боками Еще Черт знает От чего Зависит Вы кричите Мне Если только Еще Удостойте Меня Вашим Криком Что Ведь тут Никто С меня Воли Не снимает Что Тут только И хлопочут Как нибудь Так Устроить Чтоб Воля Моя Сама Своей Собственной Воли Совпадала С моим Нормальными Интересами С законами Природы И с арифметикой Эх Господа Какая же тут Своя воля Будет Когда Дело Доходит До таблички И до Арифметики Когда Будет Одно Только Дважды Два Четыре В ходу Дважды Два И без Моей Воли Четыре Будет Такая Ли Своя воля Бывает The end Of the chapter This is a LibriVox recording All LibriVox recordings Are in the public domain For more information Or to volunteer Please visit LibriVox.org This reading By Яковлев Валерий Федор Михайлович Достоевский Записки из подполья Глава 9 Господа Я конечно Шучу Я сам знаю Что Неудачно Шучу Но Ведь нельзя же Все принимать За шутку Я может быть Скрипя Зубами Шучу Господа Меня мучат Вопросы Разрешите Их мне Вот вы например Человека От старых привычек Хотите отучить И волю его Исправить Сообразно С требованиями Науки Здравого смысла Но почему Вы знаете Что Человека Только можно Но и нужно Так переделывать Из чего вы заключаете Что Хотению Человеческому Так необходимо Надо исправиться Одним словом Почему вы знаете Что такое Исправление Действительно Принесет Человеку Выгоду Если уж Все говорить Почему вы так Наверное Убеждены Что Не идти Против Настоящих Нормальных Выгод Гарантированных Доводами Разума И арифметикой Действительно Для человека Всегда Выгодно И есть Закон Для всего Человечества Ведь это Покамест Еще только Одно Ваше Предположение Положим Что Это закон Логики Но Может быть Вовсе Не человечество Вы Может быть Думаете Господа Что я Сумасшедший Позвольте Оговориться Я согласен Человек Есть Животное Но Преимущество Созидающее Принужденное Стремиться К цели Сознательно И заниматься Инженерным Искусством То есть Вечно И беспрерывно Дорогу себе Прокладывать Хотя Куда бы то ни было Но вот Именно потому-то Может быть Ему и хочется Иногда Вильнуть в сторону Что он Присужден Пробивать эту дорогу Да еще Пожалуй потому Что Как ни глуп Непосредственный Деятель вообще Но все-таки Ему иногда Приходит На мысль Что Дорога Оказывается Почти всегда Идет куда бы то ни было И что Главное дело Не в том Куда она идет А в том Чтобы Она только шла И чтобы Благонравное Дитя Пренебрегая Инженерным Искусством Не Придавалась Губительной Празности Которая Как известно Есть мать всех Пороков Человек Любит Созидать И дороги Прокладывать Это бесспорно Но отчего Муравейник Муравейник Иначе Муравейник Муравейником Наверное И кончат Что приносит Большую честь Их постоянство И продолжительности Но человек Существо Легкомысленное И неблаговидное И может быть Подобно Шахматному Игроку Любит только Один процесс Достижения Цели А не Самую цель И кто знает Поручиться нельзя Может быть Что вся та цель На земле К которой человечество Стремится Только заключается В одной Этой Беспрерывности Процесса Достижения Значит сказать В самой жизни А не Собственно В цель Которая Разумеется Должна быть Не иное что Как Дважды Два Четыре То есть Формула А ведь Дважды Два Четыре Есть уже Не жизнь Господа А начало Смерти По крайней мере Человек Всегда Как-то Боялся Этого Дважды Два Четыре А я И теперь Боюсь Положим Человек Только И делает Что отыскивает Эти Дважды Два Четыре Океаны Переплывают Жизнью Жертвует В этом Отыскивании Но Отыскать Действительно Найти Ей Богу Как-то Боится Ведь он Чувствует Что Как найдет Так уж Нечего Нечего Будет Тогда Натыскивать Работники Кончив Работу По крайней мере Деньги Получат Человек Куда Пойдет По крайней мере Каждый раз Замечается В нем Что-то Неловкое При достижении Подобных Целей Достижения Он любит А достигнуть Уже Не совсем И это Конечно Ужасно Смешно Одним Словом Человек Устроен Комически Во всем Этому Очевидно Заключается Каламбур Но Дважды Два Четыре Все-таки Вещь Персональная Дважды 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 Везет По моему Мнению Только Нахальство Дважды 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 Смотрит Фертом Стоит Ставит Поперек Вашей Дороге Руки Вбоки И плюется Я согласен Что Дважды 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 Превосходная Вещь Если Уж Все Хвалить То Дважды Два Пять Примилая Иногда Вещица И почему Вы так Твердо Так Торжественно Уверены Что Только Одно Нормальное И положительное Одним Не ошибается ли разум то в выгодах Ведь Может быть Человек любит Не одно благоденствие Может быть Он ровно Настолько же Любит страдания Может быть Страдания то ему Ровно Настолько же И выгодны Как благоденствие А человек Иногда Ужасно Любит страдания Да Страсти И это факт Тут уж И со всемирной Историей Справляться нечего Спросите себя Самого Если только Вы человек И хоть Сколько Нибудь Жили Что же Касается До моего личного мнения То любить Только Одно Благоденствие Даже Как-то И неприлично Хорошо ли Дурно ли Но разломать Иногда что-нибудь Тоже очень приятно Я ведь тут Собственно Не за страдания Стою Да и не за Благоденствие Стою я До свой каприз Не за то Чтоб Он был мне Гарантирован Когда понадобится Страдания Например В водевилях Не допускается Я Я это знаю В фрустальном дворце Оно и немыслимо Страдания Есть сомнения Есть отрицания А что за хрустальный дворец В котором можно Сомниться А между тем Я уверен Что человек От настоящего Страдания То есть От разрушения И хаоса Никогда Не откажется Страдания Да ведь Это Единственная Причина Сознания Я хоть Доложил В начале Что сознание По-моему Есть величайшее Для человека Несчастье Но я знаю Что человек Его любит И не променяет Ни на какие удовлетворения Сознание Например Бесконечно выше Чем дважды два После Дважды двух Уж разумеется Ничего не останется Не только делать Но даже и узнавать Все что тогда Можно будет Это заткнуть Свои пять чувств Вгрузиться В созерцание Ну а При сознании Хоть И тот же результат Выходит То есть Тоже будет Нечего делать Но по крайней мере Самого себя Иногда можно будет Можно посечь А это все таки Подживляет Хоть и ретроградно А все же Лучше чем ничего The end of the chapter 9 Глава 10 Вы верите в хрустальное здание Навеки нерушимое То есть в такое Которому нельзя будет Ни языка Украдкой выставить Ни кукиша В кармане показать Ну А я может быть Потому-то и Боюсь этого здания Что оно хрустальное И навеки нерушимое И что нельзя будет Даже и украдкой языка Ему выставить Вот видите ли Если вместо дворца Будет курятник И пойдет дождь Я может быть И влезу в курятник Чтобы не замочиться Но все таки Курятника Не приму за дворец Из благодарности Что он меня Перемените желание Перемените желание Мои Ну перемените Прелестите меня другим Дайте мне другой Идеал А в окамест Я уж не приму Курятника за дворец Пусть даже так будет Что хрустальное здание Есть пуф Что по законам природы Его и не полагается И что я Выдумал его Только вследствие Моей собственной глупости Вследствие Некоторых старинных Нерациональных Привычек Нашего поколения Но какое мне дело Что его не полагается Мне все ли равно Если оно существует В моих желаниях Или лучше сказать Существует Пока существуют Мои желания Может быть Вы опять смеетесь Извольте смеяться Я все на смешке Приму И все таки Не скажу Что я сыт Когда я есть хочу Все таки Знаю Что я не успокоюсь На компромиссе На беспрерывном Периодическом нуле Потому Только что Он существует По законам Природы И существует Действительно Я не приму За венец Желаний моих Капитальный дом С квартирами Для бедных Жильцов По контракту На тысячу лет И на всякий случай Зубным врачом Вагенгеймом На вывеске Уничтожьте Мои знания Сотрите Мои идеалы Покажите Мне что-нибудь Лучше Я за вами пойду Вы пожалуй Скажете Что Не стоит И связываться Но в таком случае Но в таком случае Ведь И я вам Могу тем же Ответить Мы рассуждаем Серьезно А не хотите Меня удостоить Вашим вниманием Так ведь Кланяться не буду У меня есть Подполье А пока Мест я Еще живую Желаю Да сохнет У меня рука Коль Я хоть один кирпичик На такой капитальный дом Принесу Не смотрите на то Что я Давеча сам Хрустальное здание Отверг Единственно По той причине Что его нельзя Будет языком Подразнить Я это говорил Вовсе не потому Что уж Так люблю Мой язык выставлять Я может быть На то Только и сердился Что такого здания Которому Бы можно было Не выставлять языка Из всех ваших зданий До сих пор Не находится Напротив Я бы дал себе Совсем Отрезать язык Из одной благодарности Если бы только Устроилось так Чтоб мне самому Уже более Никогда не хотелось Его высовывать Какое мне дело До того Чем так невозможно Устроить До того Что так невозможно Устроить И что надо Задовольствоваться Квартирами Зачем же я Устроен С такими желаниями Неужели Я для того Только и устроен Чтоб Дойти до заключения Что Все моё устройство Одно надувание Неужели В этом вся цель Не верю А впрочем Знаете что Я убежден Что нашего брата Подпольного Нужно в узде держать Он хоть и способен Молча в подполье Сорок лет просидеть Но уж Коль Выйдет на свет Да прорвется Так уж Говорит 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 Федор Михайлович Достоевский Записки Все таки не перестану Ему завидовать Нет Нет Подполье Во всяком случае Выгоднее Там по крайней мере Можно Эх Да ведь я И тут вру Вру потому что Сам знаю Как два же два Что Вовсе не подполье Лучше А что то другое Совсем другое Которого я жажду Но которого Никак не найду К черту подполье Даже Вот что Тут было бы лучше Это если б я Верил сам Хоть чему-нибудь Из всего того Что теперь написал Клянусь же вам Господа Что я ни одному Ни одному Таких словечек Не верю Из того Что теперь Настрочил То есть я верю Пожалуй Но в то же самое Время Неизвестно Почему Чувствую Подозреваю Что я вру Как сапожник Так для чего же Писали все это Говорите вы мне А вот Посадил бы я вас Лет на сорок Безо всякого занятия Да и пришел бы к вам Через сорок лет В подполе Наведаться До чего же вы дошли Разве можно Человека без дела На сорок лет Одного оставлять И это не стыдно И это не унесительно Может быть Скажете вы мне Презрительно Покачивая головами Вы жаждете жизни И сами разрешаете Жизненные вопросы Логической путаницей И Как назойливы Как дерзки Ваши выходки И в то же время Как вы боитесь Вы говорите вздор И довольны им Вы говорите Дерзости А сами Беспрерывно Боитесь за них И просите Извинения Вы уверяете Что ничего не боитесь И в то же время В нашем мнении Заискиваете Вы уверяете Вы уверяете Что скрыжащите Зубами И в то же время Острите Чтобы нас Рассмешить Вы знаете Что остроты Ваши Неостроумны Но вы Очевидно Очень довольны Их литературным Достоинством Вам может быть Действительно Случалось Страдать Но Вы нисколько Не уважаете Своего страдания В вас есть И правда Но в вас Нет целомудрия Вы из самого мелкого Часа Венесете Правду На показ На позор На рынок Вы действительно Хотите что-то сказать Но из боязни Прячете Ваше Последнее слово Потому что У вас нет решимости Его высказать А только Трусливое Нахальство Вы Хвалитесь Сознанием Но вы только Колеблетесь Потому что Хоть ум У вас И работает Но сердце Ваше Развратно Помрачено А без чистого Сердца Полного Правильного Сознания Не будет И сколько В вас Назойливости Как вы Напрашиваетесь Как вы Кривляетесь Ложь Ложь И ложь Разумеется Все эти Ваши слова Я сам Теперь сочинил Это тоже Из подполья Я там Сорок лет Сряду К этим Вашим Словам В щелочку Прислушивался Я их Сам выдумал Ведь только Это и Выдумывалось Не мудрено Что Она изусть Заучилась И литературную Форму Приняла Но неужели Неужели Вы и в самом деле На того легковесны Что Воображаете Будто я Это все Напечатаю Да еще Вам нам читать И вот еще Для меня задача Для чего В самом деле Называют Я вас Господами Для чего Обращаюсь к вам Как будто И вправду К читателям Таких признаний Какие я Намерен Начать Переслагать Не напечатают И другим Читать не дают По крайней мере Настолько По крайней мере Я настолько Твердости В себе Не имею Да и нужно Мне считаю Иметь Но видите ли Мне в голову Пришла одна фантазия И я во что бы то ни стал Ее хочу осуществить Вот в чем дело Есть воспоминания Всякого человека Такие вещи Которые он открывает Не всем А разве только друзьям Есть и такие Которые он и друзьям Не откроет Разве только Себе самому Да и то под секретом Но есть наконец Такие Которые даже И себе Человек открывать Боится И таких Вещи Всякого порядочного Человека Довольно таки Накопится То есть даже Так Чем более он Порядочный человек Тем более У него их и есть По крайней мере Я сам только Недавно Решился Припомнить Иные мои Прежние приключения А до сих пор Всегда Обходил их Даже с каким-то Беспокойством Теперь же Когда я не только Припоминаю Но даже Решил записывать Теперь я именно Хочу испытать Можно ли Хоть самим собой Совершенно Быть скровенным И не бояться Всей правды Замечу кстати Гейна утверждает Что Верная автобиография Почти невозможна И человек Сам О себе Наверное Налжет По его мнению Руссон Например Непременно Налгал На себя Своей Исповеди И даже Умышленно Налгал Из чеславия Я уверен Что гейна прав Я очень хорошо Понимаю Как иногда Можно Единственное Из одного Чеславия Наклепать на себя Целые преступления И даже Очень хорошо Постигаю Какого рода Может быть Это чеславие Но гейна Судил о человеке Исповедовавшемся Перед публикой Я же пишу Для одного Себя И разно Всегда Объявляю Что если Я и пишу Как бы Обращаясь К читателям То единственное Только для показа Потому что Так мне легче писать Тут форма Одна пустая форма Читателей же У меня никогда не будет Я уже объявил это Я ничем Не хочу стесняться В редакции Моих записок Порядок Системы Заводить не буду Что примомнится То и запишу Ну вот Например Могли бы Придраться к слову И спросить Меня Если вы действительно Не рассчитываете На читателей То Для чего же Вы теперь Делаете С самим собой Для еще На бумаге Такие уговоры То есть Что порядком И системы Заводить не будете Что запишите То что Преполнится И так далее И так далее К чему вы объясняетесь К чему извиняетесь А вот Пати же Отвечаю я Тут впрочем Целая психология Может быть И то что я Просто друз А может быть И то что я Нарочно Воображаю Перед свою публику Что вести себя Приличнее В то время Когда буду записывать Причин может быть Тысячи Но Вот что еще Для чего Зачем собственно Я хочу писать Если не для публики Так 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 Быть так Мысленно все Припомнить Не переводя на бумагу Так Но на бумаге Оно выйдет Как-то торжественнее В этом есть Что-то внушающее Суда Суда Больше над собой Будет Слугу прибавится Кроме того Может быть Я от того Я от записывания Действительно Получу облегчение Вот нынче Например Меня особенно Давит одно Давнишние воспоминания Припомнилось Оно мне ясно Еще на днях И с тех пор Осталось со мной Как достатный Музыкальный мотив Который не хочет Отвязаться А между тем Надо бы от него Отвязаться Таких воспоминаний У меня сотни Но По временам Из сотни Выдается Одно Какой-нибудь Давит Я почему-то верю Что Если я его Запишу То оно и отвяжется Отчего же не испробовать Наконец Мне скучно А я постоянно Ничего не делаю Записывание же Действительно Как будто Работа Говорят От работы Человек добрым И честным делается Ну вот шанс По крайней мере Нынче идет снег Почти мокрый Желтый И мутный Вчера шел тоже На днях тоже Шел Мне кажется Я по поводу Мокрого снега И припомнил Тот анекдот Который не хочет Теперь от меня Отвязываться Итак Пусть это будет Повесть По поводу Мокрого снега The end of the chapter This is a LibriVax recording All LibriVax recordings are in the public domain For more information or to volunteer Please visit LibriVax.org This reading by Яковлев Валерий Федор Михайлович Достоевский Записки из подполья Часть 2 По поводу Мокрого снега Когда из мрака Заблуждением Горячим словом Убеждения Я душу падшую Извлек И вся Полна Глубокой муки Ты проклялала Мои руки Тебя Опутавший Порог Когда забывчивую совесть Воспоминанием Казня Ты мне Передавала повесть Всего Что было до меня И вдруг Закрыв лицо Руками Стыдом И ужасом Полна Ты разрешилась Со слезами Возмущена Потрясена И так далее И так далее И так далее Из поэзии Некрасова В то время Мне было Всего 24 года Жизнь моя Была уж И тогда Угрюмая Беспорядочная И до Одичалости Одинокая Я ни с кем Не водился И даже избегал Говорить И все более И более Забивался В свой угол В должности В канцелярии Я даже старался Не глядеть Ни на кого И я очень Хорошо замечал Что сослуживцы Мои Не только Считали меня Чудаком Но и Все Казалось мне И это Будто бы Смотрели на меня С каким-то Омерзением Мне приходило В голову Отчего Это никому Кроме меня Не кажется Что смотрят На него С омерзением У одного Из наших Канцелярских Было Отвратительное И Прирябое Лицо И даже Как будто Разбойниче Я бы Кажется И взглянуть Ни на кого Не посмел С таким Неприличным Лицом У другого Вицмундир Был До того Заношенный Что Близь Него Уже Дурно Пахло А между Тем Ни один Из этих Господ Не конфузился Ни по поводу Платья Ни по поводу Лица Ни как-нибудь Там Нравственно Ни тот Ни другой Не воображали Что Кто смотрит На них С омерзением Да Если бы Воображали Так Им Было бы Все равно Только Бы Не начальство Взирать Изволило Теперь Мне Совершенно Ясно Что Я сам Вследствие Неограниченного Моего Чеславия А стало Быть И требовательности К самому Себе Глядел На себя Весьма Часто С бешеным Недовольством Доходившему До омерзения Оттого Мысленно И Приписывал Мой Взгляд Каждому Я Например Ненавидел Своё лицо Находил Что Оно Гнусно И Даже Подозревал Что В нем Есть Какое-то Подлое Выражение И Потому Каждый Раз Являясь В должность Мучительно Старался Держать Себя Как Можно Независимее Чтоб Не заподозрили Меня В подлости А лицом Выражать Как Можно Более Благородством Пусть Уже Будет Некрасивое Лицо Думал Я Но Зато Пусть Будет Оно Благодарное Благородное Выразительное И Главное Чрезвычайно Умное Но Я Наверное И Страдальчески Знал Что Всех Этих Совершенств Мне Никогда Моим Лицом Не Выразить Но Что Всего Ужаснее Я На На Я Был Впол А Я Был Впол А Я Был Впол Я Я не помирился на уме, даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтобы лицо мое находили в то же время ужасно умным. Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем, как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя, у меня как-то это вдруг тогда делалось. То презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе, своему и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но презирая ли, ставили выше, я чуть не перед каждым встречно опускал глаза. Я даже опытом делал, стерплю ли я взгляд хоть такого-то на себе, и всегда опускал, я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным, и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного. С любовью вдавался в общую колею, и всей душой пугался в себе всякой эксцентричностью. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеком нашего времени. Они же все были тупы, и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне, одному во всей канцелярии, постоянно казалось, что я был трус и раб. Именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле. Я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен, и не в настоящее время от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается. Но все равно перед другим сбрендят. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки. Но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают. Мучило меня тогда еще одно обстоятельство. Именно то, что на меня никто не похож, и я ни на кого не похож. Я-то один, а они-то все, думал я и задумывался. Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка. Случалось и противоположности. Ведь уж иногда гадко становилось ходить в канцелярию. Доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Вдруг ни с того, ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия. У меня все было полосами. И вот я же сам смеюсь над моей нетерпимостью и брезгливостью. Сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговариваюсь, но еще вздумываюсь с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная из книжек. Я до сих пор этот вопрос еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать. Но здесь, позвольте мне сделать одно отступление. У нас у русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких, особенно французских, романтиков. На которых ничего не действует, хоть земля поднимет рещи, хоть погибав вся Франция на баррикадах. Они все те же, даже для приличия не изменяются. И все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по группе своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков, это известно. Тем-то мы и отличаемся от прочих небеских земель. И следственно, и надзвездных натур не водятся у нас в чистом их состоянии. Это все наши положительные тогдашние публицисты и критики охотятся тогда за кастанжонглами, да за дядюшками Петрами Ивановичами. И с дуру, приняв их за наш идеал, выдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездные европейскому. И ни одна европейская мерочка сюда не подходит. Уж позвольте мне употребить слово «романтик», словечко «старинное», «почтенное», «заслуженное» и всем знакомое. Свойства нашего романтика – это все понимать, все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видеть самые положительнейшие наши умы. Ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать. Все обойти, всему уступить, во всем поступить политично, постоянно не терять из виду полезную практическую цель, какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки. Усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков, и в то же время и прекрасно и высоко погроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже, кстати, вполне сохранить так-таки в хлопачках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь. Хотя бы, например, для пользы того же прекрасного и высокого. Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том, даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть, что ж это я, романтика всегда умен. Я хотел только заметить, что, хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет. И единственное потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались, и чтобы удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу. Поселялись где-нибудь больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренне презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорее сойдет с ума, что, впрочем, очень редко бывает, а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется. Их толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде испанского короля? Да и то, если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только житенькие и белокуренькие. Несчетное же число романтиков значительно начинны впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная. И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям? Я и тогда был этим утешен. Да и теперь. Те же мысли. От того-то, что... От того-то у нас так и много широких натур, которые даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала. И хоть и пальцем не пошевелят для идеала, то хоть и разбойники и воры, отъявленные, а все-таки до слез своей первоначальной, идеал уважают необыкновенно в душе честным. Да, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе. В то же время, нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят и тогда такие деловые шельмы. Слово «шельмы» я употребляю любя. Такое чутье действительности и знания положительного вдруг оказывают, что изумленные начальства и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают. Многосторонность поистине изумительна, и Бог знает, во что обратился. Она и выработается при последующих обстоятельствах, что сулит нам в нашем дальнейшем. А не дурен материал не из патриотизма какого-нибудь смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь, а кто знает, может быть, и обратно. То есть вы, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите. С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался. И вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал. Точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз случилось. Вообще же я всегда был один. Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня возможность только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, волновало, усаждало и мучило. Но по временам наскучило ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный подземный гадкий. Не разврат, а развратишка. Страстишки во мне были острые и жгучие. От всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения идти было некуда. То есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в окружающем. И к чему бы потянуло меня. Закипала сверх того тоска. Являлась истерическая жажда противоречий, контрастов. И вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас только наговорил. А, впрочем, нет. Соврал. Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал. Развратничал я уединенно по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уже тогда носил в душе моей подполье. Боялся ужасно, чтобы меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным, весьма темным местам. Раз, проходя ночь мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа кеми подрались у бильярда, как одного из них в окно спустили. В другое время мне было очень мерзко стало, но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал и до того позавидовал, что даже в трактир вошел в бильярдную, а вот, дескать, я подерусь и меня тоже из окна спустят. Я не был пьяным, но что прикажете делать, да такой ведь истерики может тоска заесть. Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел, не подравшись. Осадил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял у бильярда и по невидению заслонял дорогу. А тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и молча, не предуведомив и не объяснившись, переставил меня с одного места, где я стоял на другое, а сам прошел, как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил, так как окончательно не заметил. Черт знает, что бы я дал. Я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную, со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту, я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках, стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира смущенный и взволнованный прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще ропче, забитие и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах. А все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле. Но подождите смеяться. На это есть объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями, или как поручик пирогов у Гоголя по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с Штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличную, да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту. Струсил я тут не из-за трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости право хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничушки, тут же убивавшегося своротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Продолжение «О пункте чести», то есть не о чести, а о пункте чести, «пуинт донер», у нас до сих пор иначе ведь разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен чутье от этой недействительности, несмотря на весь романтизм, что... Что все они просто лопнут со смеху, а офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг бильярда. И потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю, только узнавал ли он меня. Должно быть, нет. Заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я смотрел на него со злобой и ненавистью. И так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась годами. Сначала я потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице. Когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры. И за гривенник узнал у дворника, где он живет. В каком этаже, один или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличил, даже поклеветал. Фамилию я так подделал сначала, что можно было точно узнать, но потом, по зрелым рассуждениям, изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно, иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочнил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться. В случае же отказа, довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если бы офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо, мы бы так зажили, он бы защищал меня своей сыновитостью, я бы облагораживал его своей развитостью, ну и идеями, и мной кое-чего бы могло быть. Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но слава Богу, до сих пор благодарю Всевышнего со слезами. Я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если бы я послал. И вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невске, гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи. Но того-то мне верно и надобно было. Я шмыгал, как в юно, с самым некрасивым образом между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мученская, беспрерывно невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая, непотребованная муха, всех умнее, всех развития, всех благороднее. Это уж само собой, но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невске, не знаю, но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На Невском-то я его и встречал наиболее. Там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тут же сворачивал. This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Часть 2. Глава 2. Накончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние. Я его гнал. Слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал. То есть, не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший. Это спасаться во все прекрасное и высокое. Конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол. И уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который в смятении куриного сердца пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем моего десятивершкового поручика, я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда, что такое были мои мечты, и как мог я ими довольствоваться. Об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты, особенно слаще и сильнее, приходили ко мне. После развратика приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу, была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится. Вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой. Какой именно, я никогда не знал, но, главное, совсем готовой. И вот я выступлю вдруг на свет Божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второй степенной роли я и понять не мог. И вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь. Средины не было. Это-то меня изгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь. Обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтобы совсем загрязниться. Следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти прерывы всего прекрасного и высокого проходили ко мне и во время развратика. И именно тогда, когда я уже на самом деле в дне находился, приходили так отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли. Однако же развратика своим появлением. Напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно настолько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа. И все эти мучения и мученицы и придавали какую-то пикантность даже смыслу моему развратику. Одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный писарский развратишка и вынести на себе всю эту грязь? Что ж бы могло тогда в ней пролистить меня и выманить с ночи на улицу? Нет, у меня была благородная лазейка на всем. Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих спасениях во все прекрасное, высокое, хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся. Но до того было ее много, этой любви, что потом на деле уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать, излишняя уж эта роскошь была. Все, впрочем, приблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, со всем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую. Все, разумеется, в опрахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства. Я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером, получая несметные миллионы, и тотчас жертвую их народ человеческий, и тут же исповедоваюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого, чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня, иначе что же бы они были заболваны. А я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию. Затем бал для всей Италии на вилле Баргезе, что на берегу озера Кома. Так как озеро Кома нарочно переносится для этого случая в Рим. Затем сцена в кустах и так далее, и так далее. Будто не знаете. Вы скажете, что пошло и подло выходить, выводить все это теперь на рынок после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего ж подло? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее, хотя чего бы то ни было в вашей жизни, в вашей господа жизни? И к тому же, поверьте, что у меня кое-что было вовсе не дурно составлено, но все же происходило на озере Кома. А впрочем, вы правы, действительно, и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться, а еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да, довольно, впрочем, а то ведь ты никогда и не кончишь, все будет одно и другого подлее. Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику Антону Антоновичу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь. Я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Ну и к чему? Ну и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса. А мечты мои доходили до такого счастья, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством. А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антоновичу надо было, впрочем, являться повторником, его день, следственным, и подгонять потребность обняться со всем человеческим человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антонович у пяти углов в четвертом этаже и в четырех комнатах низеньких и мало-мало-меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам одной было 13, а другой 14 лет. Оба были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в своем кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей и все тех же самых я никогда не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жаловании, о производстве, о его превосходительстве, о средстве, нравится и прочее, и прочее. Я имел терпение высирывать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни о чем с ними сговорить. Я тупел, по несколько раз принимался потеть, надо мной носился паралич, но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством. Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтобы не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы. Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставалось два-три человека, с которыми я еще кланялся встречаться. В том числе был и Симонов, который в школе у нас нечем не отличался, был ровен и тих. Но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжалось, и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему неуверенный в том, наверное. Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоновича дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мной и что напрасно я иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в усмысленное положение, то я и вышел. Был почти год, как я в последний раз перед тем видел Симонова. The end of the chapter 2 This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки с подполья. Глава 3 Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уже годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и прочее, что в их глазах стояло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило. Я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали. Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Масье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако же вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе к нему досталось наследство 200 душ. А так как у нас все почти были бедны, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени. Но однако же добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные фантастические фразерские формы, честности и гонора, все, кроме очень немногих, даже уевались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь уевались, а так из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же, как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по чести ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на котором я бы, впрочем, променял с охотой свое умное. И развязаны офицерские приемы с 40-х годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами. Он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эпалет, и ждал их с нетерпением. И о том, как он будет поминутно выходить на дуэли. Помню, как я всегда молчаливый. Вдруг сцепился со Зверковым, когда он такой раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставят без внимания. Что это? Дуа де сеньюр. А мужиков, если осмелится протестовать, всех пересечет и всем им бородатым каналем вдвое наложит обровку. И наши хамы аплодировали. Я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявки так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я по правде не совсем и одолел. Смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы. А как-то шутя, мимоходом, смеясь, я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он сделал ко мне шаг. Я не очень противился, потому что меня это польстило. Но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручьичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи о том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок. Как-то отек стал жреть. Видно было, что к 30 годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшим, наконец, зверковы и хотели дать обед наш товарищ. Они постоянно, все три года водились с ним, хотя сами внутренне не считали себя с ним на равной ноге. Я уверен в этом. Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин из русских немцев. Маленький ростом, с обезьянным лицом всех пересмивающий. Глупец, сильнейший враг мой, еще с низших классов. Подлый, дерзкий фанфоронщикам, фанфоронишка, и игравший в самую щекотливую амбициозность. Хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная. Военный парень высокого роста, с холодной физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился к каким-то дальним родственникам, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что. Обращался же, хоть не совсем вежливо, но сносно. «Что ж, коли бы по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, двадцать один руб. Можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит». «Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов. «Неужели ж вы думаете, — заносчивый и с пылкостью ввязался Ферфичкин, точно нахал лохи, хвастающий звездами своего генерала-барина. Неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить, из деликатности примет, но зато он от себя полдюжины выстоит? Ну, куда нам четверым полдюжины, — заметит Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину?» «Так, трое, со Зверковым четверо. Двадцать один рубль в отель Де Парри завтра в пять часов», — окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. «Как же двадцать один?» — сказал я, в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. «Если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей». Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. «Разве вы тоже хотите?» — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. «Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть. Почему же? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли. Заглокотал было я опять. «А где вас было искать?» — грубо ввязался Ферфичкин. «Вы всегда были не в ладах со Зверковым», — прибавил трудолюбов, нахмурившись. «Но я уж ухватился и не выпускал. Мне кажется, об этом никто не вправе судить», — возразил я с дрожью в голосе. «Точно и Бог знает, что случилось. Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах. Ну, кто вас поймет, возвышенности-то эти?» — усмехнулся трудолюбов. «Вас запишут», — решил, обращаясь ко мне Симонов. «Завтра в пять часов в отель Де Парри. Не ошибитесь. Деньги-то начал было Ферфичкин в полголоса, кивая на меня Симонову. Ну, остекся потому, что даже Симонов сконфузился. «Довольно», — сказал трудолюбов, вставая. «Если ему так уж очень захотелось, пусть придет». «Да ведь у нас кружок свой приятельский», — злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. «Это неофициальное собрание. Мы вас, может быть, совсем не хотим». Они ушли. Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, неглядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. «Хм, да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь?» Я это, чтобы верно знать, пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову 15 рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда, и мне очень досадно, что я забыл. «Хорошо, хорошо, все равно расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтобы знать. Вы, пожалуйста!» Он осёкся и стал ходить по комнате с ещё большей досадой, шагая. Он начал становиться на каблуки, при этом сильнее топать. «Я вас не задерживаю, или?» Спросил я после двухминутного молчания. «О, нет!» Стрепетнулся он вдруг. «То есть, по правде, да. Видите ли, мне ещё бы надо зайти...» «Тут недалеко прибавил он какие-то извиняющимся голосом, отчасти стыдясь. «Ах, боже мой, что вы не скажете!» Вскрикнул я, схватив фуражку с удивительно, впрочем, развязанным видом. Бог знает, откуда налетевшим. «Это ведь недалеко, а тут два шага!» Повторял Симонов, провожая меня до передней суетливым видом, который ему вовсе не шёл. «Так завтра в пять часов ровно!» Крикнул он мне на лестницу. Очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве. «Ведь дёрнуло же, дёрнуло же выскочить!» Скрижетал я с бабами, шагая по улице. И я такому подлецу поросёнку Зверкову... Разумеется, не надо ехать. Разумеется, наплевать, что я связан, что ли. Завтра же уведомлю Симонова по городской почте. Но потому-то я и бесился, что навятно знал, что поеду, что нарочно поеду. И чем бестактный, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее я и поеду. И даже препятствие положительное было не ехать, денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них Сим надо было отдать завтра же месячного жалования Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах. Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой канале, об этой язве моей никогда-нибудь после поговорю. Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду. В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Небудрено, весь вечер давил меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия. Сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить. Я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой. А между тем, какие глупые у них самих были лица. В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам, через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцати лет я угрюмо на них удивился. Меня уж и тогда изумляли. Мелочи их мышления, глупости их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами. Не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленная чеславия подбивала меня к тому. И, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенным возражениями. Что я только мечтал, а они уже и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни. И клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, в самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо. И уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито. Над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум, в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности. Разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата. Но непривлекательна была в них даже и свежесть, и проявлялась в каком-то рничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви. Напротив, я постоянно жаждал их унижения, чтобы избавить себя от их насмешек. Я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать. И понимал такие вещи, не ходившие в состав нашего специального курса, которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись. Тем более, что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные и натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал. С летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными, но всегда это сближение выходило неестественно. И так, само собой, и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг, но я уже был деспот в душе. Я хотел неограниченно властвовать над его душой. Я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез до судорог. Он был наивной и отдающейся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя. Точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить. Мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял мое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть в прошлое и прахом его посыпать. И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову. Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением. Точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает, непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки что ли, но мне всю жизнь при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, и все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтобы приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумать, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей было тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги. Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это непорядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтобы он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Но затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старого потерто и заношено. Слишком я уж обнеряжался. Витс-мундир, пожалуй, был исправлен, но не в витс-мундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. Но теперь недодумание, теперь наступает действительность. Думал я и падал духом. Знал я тоже отлично тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличивал. Но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог, и меня отрисла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлец-зверков. С каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица трудолюбов, как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявкой Ферфичкин, чтобы послужиться зверкову. Как отлично поймет про себя все это Симонов, и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия. И главное, как все это будет мизерно, не литературно, а обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать, но это-то уже было больше всего невозможно. Уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом, а что, струсил, струсил в действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушеля, что я вовсе не такой трус, как я сам себя представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось удержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя, но ходит за возвышенность мысли и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться. А я раздавлю Зверкову, потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на тын, что всего было злее и обиднее для меня. Это что я тогда же знал, знал вполне и, наверное, что ничего мне этого в сущности не надо. Что в сущности я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать. И что зависит результат, если б только я и достиг его, я сам первый гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день. В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего, мокрого снега. Наконец на моих длинных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, который еще с утра всуждал от меня, выдавившись жалования, но по гордости своей не хотел заговаривать первый, скользнул мимо него из дверей, и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к отель де Пари. The end of chapter 3. This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Фалери. Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Глава 4. Я еще накануне знал, что приеду первый, но уж дело было не в первенстве. Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился, наконец, от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то, во всяком случае, должны же были известить. На то городская почта, а не подвергать меня позору и перед собой, и хоть перед слугами. Я сел. Слуга стал накрывать. При нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако, даже внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали на разных столах два какие-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно, даже кричали. Слышан был хохот целой ватаги людей, слышались какие-то скверные французские взвизги. Обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что, когда они ровно в шесть часов явились все разом, я на первый миг обрадовался им, как каким-то освободителем, и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным. Зверков вошел впереди всех, видимо, предводительствуя. И он, и все они смеялись, но, видев меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талии, точно кокетничая, и подал мне руку ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостью. Точно подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он, тот же же, как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и с обзвизгами. Из первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях. Если бы он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я. Я бы как-нибудь там отплевался. Но что если в самом деле, без всякого желания обидеть? В его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством. От одного этого предположения я уже стал задыхаться. Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами. Начал он, сюсюкивая и пришептывая, растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. Мы с вами как-то все не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну, во всяком случае, рад возобновить. И он небрежно повернулся, положить на окно шляпу. — Давно ждете? — спросил Трудолюбов. — Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначено, — отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв. — Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? — обратился Трудолюбов к Симону. — Не дал, забыл, — отвечал Труд, но без всякого раскаяния и даже не извинившись передо мной. Пошел распоряжаться закуской. — Так вы здесь уж час, ах, бедный, — вскрикнул насмешливый взверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подлингим, звонким, как у собачонки, глазком закатился под лес Ферфичкин. Очень уж ему показалось смешное и конфузное положение. — Это вовсе не смешно, — закричал я Ферфичкин, но раздражаясь все более и более. — Виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. — Это... это... это просто нелепо. Не только нелепо, а еще что-нибудь, — проворчал Трудолюбов. Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. — Вы уж слишком мягки, просто невежливость. — Конечно, неумышленно. И как-то, Симонов... — Хм... Если б со мной так сыграли, — заметил Ферфичкин, — я бы... Да вы бы велели себе что-нибудь подать, — перебил Зверков, или просто спросили бы обедать, не дожидаясь. — Согласитесь, я бы мог это сделать без всякого позволения, — отрезал я. — Если я ждал, то... — Садимся, господа, — закричал вашей же Симонов. — Все готово. За шампанское отвечаю. Отлично заморожено. — Ведь я в вашей квартире не знал, где же вас отыскать. — Обратился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать после вчерашнего надумался. Все сели. Сел я. Стол был круглый. По левой руку от меня пришелся Трудолюбов. По праву, Симонов. Зверков сел напротив. Ферфичкин подли него. Между ним и Трудолюбовым. — Скажите, вы в департаменте продолжал заниматься мною Зверков, видя, что я сконфужен? Он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. Что ж он, хочет, что ли, чтобы я в него бутылкой пустил? Подумал я в бешенстве. Раздражался. Я с непривычки. Как-то неестественно скоро. В канцелярии ответил я от риста, глядя в тарелку. И вам выгодно? Скажите, что вас понудило оставить прежнюю службу. То и понудило, что захотелось оставить прежнюю службу. Протянул я втрое больше, уже почти не владея собой. Ферфичкин фыркал. Симонов иронически посмотрел на меня. Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством. Зверкова покоробило, но он не хотел заметить. Ну, а как ваше содержание? Какое это содержание? То есть жалование. Да что вы меня экзаменуете? Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалований. Я ужасно покраснел. Небогато, важно заметил Зверков. Да, нельзя в кафе и ресторанах обедать нагло, прибавил Ферфичкин. По-моему, тогда же просто бедно, серьезно заметил. Трудолюбов. И как вы похудели, как переменились с тех пор? Прибавил Зверков. Уже не без яду. С каким-то нахальным сожалению рассматривая меня и мой костюм. Да полно конфузить-то, хихикая, вскрыкнул Ферфичкин. Милостивый государь, знаете, что я не конфужусь. Прорвался я, наконец. Слышите, я обедаю здесь, в кафе и ресторане, на свои деньги, на свои, а не на чужие. Заметьте это, месье Ферфичкин. — Как? Кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто вцепился, Ферфичкин покраснев, как рак и с остервенением смотря мне в глаза. — Так, — отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней. — Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать? — Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее. — Да вы, это что, сударь, вы мой, раскудахтались, а? Вы не сумали уж спятили в вашем лепартаменте? — Довольно, господа, довольно, — закричал все властные зверков. — Как это глупо, — проворчал Симонов. — Действительно глупо. Мы собираемся в дружеской компании, чтобы проводить в вояжь доброго приятеля. А вы считаетесь, — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне этому, — — Вы к нам сами вчера напросились? — Довольно, — кричал зверков. — Перестаньте, господа, это не идет. — А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился. И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женибе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе все мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры. А зверков между ними чуть не в голове. Начался одобрительный свех. Ферфичкин даже взвизгивал. — Вы меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный. — Господи, мое ли это общество? — думал я. — Никаким дураком я выставил себя сам перед ними. — Я, однако ж, много позволил Ферфичкину, думают балбесы, что честь мне сделали, дав мне место за своим столом. Тогда как не понимают, что это я. Я им делаю честь, а не мне они. Похудел, костюм, о проклятые панталоны. Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке. — Да чего тут, сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова. Из презрения. А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают. Черт возьми, не жаль, не семи рублей. Сию минуту ухожу. Разумеется, я остался. Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем растает досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом. И потом уж уйти. Получить минуту и показать себя. Пусть же скажут, хоть и смешон, двумен. И одним словом, черт с ними. Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У них было шумно, крикливо, весело. Говорил все Зверков. Я начал прислушиваться. Но Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел таки нахинец до признания. Разумеется, лгал как лошадь. И что в этом деле особенно помогал его интимный друг. Какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ. А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, и здесь нет, как нет проводить-то вас, взялся я вдруг в разговор. На минуту всем замолчали. Вы уж о всю пору пьяны, согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорее начал разливать шампанское. Трудолюбов поднял бокал. За ним все, кроме меня. Твое здоровье и счастливого пути, крикнул он Зверкову. За старые годы, господа, за наше будущее. Ура! Все выпили и полезли целоваться со Зверковым. Я не трогался. Полный бокал стоял передо мной не почет. А вы разве не станете пить? Заревел, потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне. Я хочу сказать спич со своей стороны особо. И тогда выпью, господин Трудолюбов. Противная злючка, проворчал Симонов. Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, который к чему-то необыкновенному, и сам еще не знал, что именно я скажу. Сайланс! Крикнул Ферфичкин. То-то у мата будет. Зверков ждал, очень серьезно, понимая, в чем дело. Господин поручик Зверков, начал я. Вы знаете, что я ненавижу фразу Фрайзеров и талии с перехватами. Это первый пункт. А затем последует второй. Все сильно пошевелились. Второй пункт. Ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников. Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность. Продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорил. Я люблю мысль, месье Зверков. Я люблю настоящее товарищество на равной ноге. А не... Я люблю... Впрочем, отчего ж. И я выпью за ваше здоровье, месье Зверков. Прелещайте, черкешинок, стреляйте врагов Отечества. И... И... За ваше здоровье, месье Зверков. Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал. Очень вам благодарен. Он был ужасно обижен и даже побледнел. Черт возьми! Заревел трудолюбов, ударил по столу кулаком. Нет, за это по роже бьют! Взбитнул Тверфичкин. Выгнать его надо, проворчал Симонов. Ни слова, господа, ни жеста. Торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодование. Благодарю вас всех. Но я уж... Но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова. Господин Тверфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворение за ваши сейчашние слова. Громко сказал я. Важно обращаюсь к Тверфичкину. То есть, дуэльц? Извольте, отвечал тот. Но верно, я был так смешон, вызывая не так это не шло к моей фигуре, что все... Все, а за всеми... И Тверфичкин так и легли со смеху. Да, конечно, бросить его. Ведь совсем уж пьян с замерзением проговорил Трудолюбов. Я никогда не прощу себе, что его записал. Проворачивал опять Симонов. Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех. Подумал я, взяв бутылку и налил себе полный стакан. Нет, лучше досижу до конца. Продолжал я думать. Вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца. В знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак. А я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю. За пешек несуществующих. Буду сидеть и пить. И петь, если захочу. Да, ссс, и петь, потому что право такое имею, чтоб петь. Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть. Принимал независимейшие позы и с нетерпением ждал, когда со мной они сами первые заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться. Пробило восемь часов. Наконец девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на округлый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они сошли его чуть не с благоговением. Видно было, что его любили. За что, за что думал я про себя? Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе, о том, сколько доходов у гусара Подхоржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходов. О необыкновенной красоте и грации княгиня Дмитриевая, которую тоже никто из них никогда не видал. Наконец-то дошло до того, что Шекспир бессмертен. Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись. Между тем нарочно стучал, сапогами становясь на каблуки, но все было напрасно. Они-то и не обращали внимания. Я имел терпение проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, все по одному и тому же месту, от стола до печки, и от печки обратно к столу. Так хожу я себе, никто не может мне запретить. Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня. От частых оборотов у меня кружилась голова. Минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшую, с ядовитой болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет. А я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомнил об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно. Я вполне, вполне понимал это, и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. О, если бы вы только знали, на какие чувства и мысли способен я, и как я развит, думал я минутами, мысленно обращаясь в диван, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков взговорил о Шекспире. А я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две. Серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке от стола до печки. Никак я не обращаю внимания на них, никакого внимания. Но ничего не вышло. Они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать. Господа, закричал Зверков, поднимаясь с дивана. Теперь все туда. Конечно, конечно, заговорили другим. Я круто повернулся к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться. А покончить. У меня была лихорадка. Смоченные потом волосы присохли к колбу и вискам. Зверков, я прошу вас прощения, сказал я резко и решительно. Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех. Я обидел всех. Ага, дуэль-то не свой брат. Ядовида прошипел Ферфичкин. Меня больно резануло по сердцу. Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин. Я готов с вами уже завтра драться. Уж после примирения. Я даже настаиваю на этом. И вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первой, а я выстрелю в воздух. Сам себя тешит, заметил Симонов. Просто сбрендил, а дозвался труда-любов. Да позвольте пройти, чтобы поперек дороги стали. Ну чего вам надо было, предварительно отвечал Зверков. Все они были красные глаза, у всех блистали. Многое пили. Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но... Обидели вы меня, знаете, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня обидеть. И довольность вас прочь, скрипил труда-любов. Едем. Олимпия, моя господа, уговор, крикнул Зверков. Не оспариваем, не оспариваем, отвечали ему, смеясь. Я стоял... Оплеванный, ватага шумно выходил из комнаты труда-любов, затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтобы дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему. Симонов, дайте мне шесть рублей, сказал решительно и отчаянно. Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян. Да разве вы и туда с нами? Да. У меня денег нет. Отрезал он, презрительно усмехнулся и вошел из комнаты. Я схватил его за шинель. Это был кошмар. Симонов, я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлез? Берегитесь мне отказать. Если бы вы знали, если бы вы знали, для чего я прошу. От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы. Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне. Возьмите, если вы так бессовестны. Безжалостно, приговорил он и побежал догонять их. Я остался на минуту один. Беспорядок, обедки, разбитая рука до полу, пролитое вино, курки, папирос, хмель и бред в голове. Мунчительная тоска в сердце и, наконец, лакей. Все видевший и все слышавший. И любопытный, заглядывающий мне в глаза. Туда, вскрикнул я. И они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать мои дружбы. Или Илья Дамсверков пощечин. The end of the chapter 4. Так вот оно, так вот оно, наконец, столкновение-то с действительностью бормотал я, сбегая с тремглав с лестницей. Это знать уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию. Это знать уж не бал на озере Камо. Подлец ты, пронеслось в моей голове, коли над этим теперь смеешься. Пусть, крикнул я, отвечая себе. Теперь ведь уж все погибло. Их уж и след простыл. Но все равно я знал, куда они поехали. У крыльца стоял одинокий Ванька, ночник, сермяги весь запорошенный, все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, бегая лошаденка его, была тоже вся запорошена и кашляла. Я это очень помню. Я бросился в лубошные санки, но только было я занес много, чтобы сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня. И я, как мешок, повалился в санки. «Нет, надо много сделать, чтобы все это выкупить», — прокричал я. «Да, но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте?» Пошел. Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове. На коленах умолять моей дружбе они не станут. Это мираж. Пошлый мираж. Отвратительный. Романтичный. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This is reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 6. Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно, кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило 2. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным плотяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. А гарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая, через несколько минут должна была наступить совершенная тьма. Я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, точно же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтобы опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась, как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было, все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь по пробуждению, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то, как будто носилось надо мной, и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытные и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него было. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжении двух часов я не сказался этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отразительная, как паука идея разврата, которая без любви, грубо и бесстыжа начинает прямо с того, что настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляда своего не меняла, так что мне стало, наконец, отчего-то жутко. «Как тебя зовут?» – спросил я отрываться, чтобы поскорей кончить. «Лизой?» – ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза. Я помолчал. «И сегодня погода, снег, гадко!» – проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотряв в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. «Ты здешняя?» – спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. «Нет». «Откуда?» – из Риги, – проговорила она не хотя. «Немка?» – русская. «Давно здесь?» «Где?» – в доме. «Две недели». Она говорила все отрывистее и отрывистее, свечка совершенно потухла, я не мог уже различать ее лица. «Отец и мать есть?» «Да, нет, есть. Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так?» «Кто?» «Какого звания?» «Мещане». «Ты все с ними жила?» «Да». «Сколько тебе лет?» «Двадцать». «Зачем же ты от них ушла?» «Так». «Это так означало. Отвяжись тошно». Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего проходящего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченный трусил в должность. Сегодня гроб выносили и чуть не уронили. Вдруг проговорил я вслух, совсем не желая начинать разговора. А так почти нечаянно. Гроб данной стеной выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну знаешь, внизу, из дурного дома, грязь такая была кругом, скорлупа, сорт пахло, мерзко было. Молчание. «Скверно сегодня хоронить» начал я опять, чтобы только не молчать. «Чем скверно?» «Снег, мокрять, я зевнул». Все равно вдруг сказала она после некоторого молчания. «Нет, гадка, я опять зевнул». Могильщики верно ругались от того, что снег мочил. А в могиле, верно, была вода. «От чего в могиле вода?» Спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. «Как же вода над ним, вершков на шесть? Тут ни одной могилы на Волковом сухой не выроешь. От чего? Как от чего? Место водяное такое. Здесь везде болота. Так в воду и кладут. Я сам видел. Много раз. Ни одного раза я не видал». Да и на Волковом никогда не было, а только слышал, как рассказывали. «Неужели тебе все равно умирать-то?» «Зачем я помру?» — отвечала она, как бы защищаясь. «Когда-нибудь да умрешь же». И так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна. В чахотке померла. Девка в больнице бы померла. «Она уж об этом знает», — подумал я и сказал. «Девка, а не девушка». «Она хозяйке должна была», — возразил я, все более и более подзадоривая спором. И до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые и бывшие смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. Я ей тут много прервал. Молчание — глубокое молчание. Она даже не шевелилась. «А в больнице-то лучше, что ли, помирать?» «Не все ли одно?» «Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздражительно. «Не теперь, так потом». «Ну, потом». «Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь и вянешь. Через год, во всяком случае, через год тебе будет меньше цена». Продолжал я с злорадством. «Ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже в другой дом. Еще через год в третий дом. Все ниже и ниже. А лет через семь и дойдешь на сеноида подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь. Ну, там, слабость груди, аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь». «Ну и помру», — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. «Да ведь жалко. Кого? Жизни жалко». Молчание. «У тебя был жених, а? Вам на что? Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои непрянности. Чего мне? А так жаль. Кого? Тебя жаль. Нечего». Ну, она чуть слышно и опять шевельнулась. Меня это тотчас же подзадорило. Подозлило. Как? Я так была кротко с ней. А она? Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а? Ничего я не думаю. То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, с собой хороша. Могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть. Не все замужем-то счастливой, отрезала она, прежде, грубой скороговоркой. Не все, конечно, все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше, а с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша. Хорошо жить на свете, даже как бы не жить. А здесь что, кроме смрада? Фу, я повернулся с омерзением. Я уже не холодно. Резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки в углу выжжатые жаждал изложить. Что-то вдруг мне загорелось. Какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же, мужчина-женщина совсем не пример. Тело розное. Я хоть и гаджу себя и мара, зато ничей я не раб. Был да пошел, а нет меня. Встряхнул себя, и опять не тот. Взять то, что ты с первого начала, раба. Да, раба, ты все отдаешь, все воли. И порвать потом эти цепи захочешь. Да он уж нет. Все крепче и крепче будут тебя опудывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю. Ты и не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйке должна. Ну вот видишь, прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, молча всем существом своим слушала. Вот тебе и сыпешь, никогда не откупишься. Так сделают. Все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный. Причем ты знаешь? И нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Ну а вот я здесь с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись давеча. И, к слову, мы во все время друг с дружкой не молвили. И ты меня, как дико, уж потом рассматривать стал. И я тебя так же. Разведок любят. Разведок человек с человеком сходиться должны. Это безобразие одно. Вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно. Это сродни. Думал я, чуть не потирая себе руки. Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и показалась мне в темноте. Подтверлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел. Я что, не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. Зачем ты сюда приехал? Начал я уже с некоторой властью. Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже. В то надо попасть, мелькнуло во мне. Сантиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плодовство ведь так легко уживается с чувством. Кто говорит, поспешил не ответить. Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виноват, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю. Но такая девушка, как ты, верно? И не с охоты своей сюда попадет. Какая такая я девушка? Прошептала. Она едва слышала, но я расслышал. Черт возьми, да я еще, это гадкое. А может, хорошо. Она молчала. Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо, все отец с матерью, они враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выгружат. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос. Оттого, верно, такой и вышел, бесчувственный. Я выждал опять. Пожалуй, и не понимает, думал я. Да и смешно мораль. Если б я был, отец, была бы у меня своя дочь. Я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил право. Начал я с Бога. Точно не об том, чтобы развлечь ее. Признаюсь, я краснел. Это зачем? Спросила она. А стало быть, слушает. Так. Не знаю, Лиза, видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках проставил руки-ноги и ее целовал, но любоваться не мог. Право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает, помешался на ней. Я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он прислонится и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам все рту чишки за сальным ходит, для всех скупой, а ей и с последнего покупают подарки, дарят богатые. И в радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал. Да как же, спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. Ревновал бы ей к богу. Ну, как-то другого она станет целовать. Чужого больше отца любить. Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумец. Но я бы, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил, всех буржетников перебраковал, а кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из этого в семье худо бывает. Другие-то продать рады дочь. Не то, что честью отдать проговорила она вдруг. А, вот оно что. Это, Лиза, в тех семьях проглятых, где ни бога, ни любви не бывает. С жаром подхватил я. А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда? Да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видал добра, что ты говоришь. Подлинная несчастная ты какая-нибудь. Хм. Больше по бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. Хм. Да. Может быть. Опять и то, Лиза. Человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. Я счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье все удастся, Бог благословит. Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье. Даже иной раз, и с горем пополам. Хорошо. Да и горе. Да где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое-то время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то, счастье-то, сколько иной раз придет. Да и стож да рядом. В первое это время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, так сказать, очень и из любви тебя мучаю. А ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщина. А сама про себя думает. Зато уж так буду потом люди так заласкать, что не грех теперь и помучать. И в доме все на вас радуются. И хорошо, и весело, и мирно, и честно. Вот другие тоже ревниво бывают. Уйдет он куда? Я знал одно. Не стерпит? Да в самую ночь и выскочит. Да и бежит потихоньку смотреть. Не там ли? Не в том ли доме? Не стоит ли? Это уж худо. И сама знает, что худо. И сердце у ней замирает и казнится. Да ведь любит. Все от любви. Как хорошо после ссоры помириться перед самой... Самой перед ним повиниться или простить. И так хорошо обоим. Так хорошо вдруг станет. Точно вновь они встретились. Вновь повенчались. Вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит. Кули они любят друг друга. Никакая бы не вышла у них ссора. Мать родную. И то не должны себе в судье звать. И один про другого рассказывает. Сами они себе судьи. Любовь тайна Божия. И от всех глаз чужих должна быть закрыта. Что бы там ни произошло. Но святее от этого лучше. Друг друга больше уважают. А на уважении много основано. И коль раз уж была любовь. Коль по любви венчались. Зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать. А редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся? Так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет. Правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся. Все дела свои сообща положат. Тайны друг от друга не будет. А дети пойдут. Так тут каждое хоть самое трудное время счастьем покажется. Только бы любить, да быть мужественным. Тут и работа весела. Тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей. И то весело. Ведь они же тебя будут за это потом любить. Себе же, значит, копишь. Дети растут. Чувствуй, что ты им пример. Что ты им поддержка. Что и умрешь ты. Они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе. Так как они от тебя получили твой образ, подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись, стесняя отцу с матерью. Говорят, вот детей иметь тяжело. Кто это говорит? Это счастье небесное. Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик грудь тебе сосет. Да у кого мужа? Сердце повернется на жену глядя, как она с его ребенком сидит. Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки, ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие. Такие маленькие, что глядеть смешно. Глаз точно уж он все понимает. И сосет, грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди. Перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уж и бог знает, как смешно. И опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь. Коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками такосит на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все звучит счастье, когда они трое мужа, жена и ребенок вместе. Да эти минуты много можно простить. Нет, Лиза. Знаете, самому сначала нужно жить и выучиться, а потом уже других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебе надо подумал я про себя, хотя ей-богу с чувством говорил и вдруг покраснел. А ну если она вдруг расхохочется, когда я тут тогда... Куда я тогда полезу? Эта идея меня провела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился. И теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. Что это вы начала, она вдруг не остановилась. Но я уж все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало. Не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно. А что-то мягкое и стыдливое. До того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновата стало. Что? Спросил я с нежным любопытством. Да вы что? Что-то вы точно как по книге сказала она, и что-то как будто насмешно вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно уж степнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенно последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут душу, которые до последней минуты не сдаются от гордости, и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала в несколько приемов к своей насмешке, и наконец только решилась высказать, я бы должен был догадаться, но я не догадался, из-за этого чувства обхватило меня. Постой же, подумал я. End of chapter 6 This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by Яковлев Валерий Федор Михайлович Достоевский. Записки из-под поля. Chapter 7 Э, полная, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко в чужем. Да и не в чужем. У меня все это теперь в душе проснулось. Неужели, неужели тебе с собой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка. Чур знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не застареешься? Вечно хороша будешь? И что он? Тебя здесь веки вечно не держать будут. Я не говорю уж про то, что здесь пакость. А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее это, твое житье. Вот ты теперь хоть молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством, но знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне точно же гадко стало быть здесь с тобой. Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так себя, может быть, не то, что волочился бы за тобой, а просто влюбился бы в тебя. Рад бы взгляду был твоему, не то, что в слову. Ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал, как на невесту по-своему на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про от тебя что-нибудь нечисто не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты хочешь, не хочешь, иди за мной. И уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работнике и всего-то все-таки не всего себя закабалит, да и знаешь, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь, что кабалишь. Душу, душу, в которой ты невластно кабалишь вместе с телом. Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь. Любовь. Да ведь это про все. Да ведь это алмаз, девичье сокровище. Любовь-то. Ведь чтобы заслужить эту любовь, иной готов душу положить на смерть пойти. А в что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком. И зачем что-то любви добиваться, когда и без любви все возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки, Понимаешь ли это? Вот слышал я, тешит вас, дур, позволяет вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите, что он в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут? Кликнут. Пакостник он после этого. Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он от тобой, да тебя же обкрадывает вот и вся его любовь. Хорошо еще, что не бьет, а может и бьет, спроси-ка его, коли есть такое у тебя. Женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет или не прибьет, а ему самому может всей этой цены два сломанных гроша. За что подумаешь, что здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят, да кормят сытно? Да и для чего кормят-то? У другой, быть честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна. Ну и все, будешь должна и до конца концов должна будешь до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит, тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, как будто не ты ей здоровье свое отдала молодость и душу, даром для нее сгубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала и не жди поддержки. Другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совести, жалости давно потеряли. Исподлились, и уж га же подлее, обиднее этих ругательств, и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все без завета, и здоровье, и молодость, и красоту, и надежда, и в 22 года будешь смотреть, как 35-летняя. И хорошо еще, коль не больна, море бога за это, ведь ты теперь, небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба. Да тяжелее и каторжней работы на свете нет, и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами не зашло, и ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь, как виноватая, перейдешь в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь доберешься, наконец, до Синой, а там уж походя бить начнут. Это любезность тамошняя, там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри, когда-нибудь, может, своим глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну у дверей, ее вытолкали в насмешку своей женой, проморозить маленько за то, что уж очень она ревела, а дверь за ней притворили. В девятых часов утра она уже была совсем пьяная, растрепанная полуногой, вся избита, сама набелена, а глаза в черняках, из носа и зубов кровь сечет, извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лестнике. В руках у нее какая-то соленая рыба была, она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыба колотила по лестничным ступеням, а у крыльца столпились извозчики, то пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? Я бы не хотел верить. А по чем ты знаешь, может быть, лет 10-8 назад это же самое с соленой рыбой приехала сюда такую имбой свеженькая, как херувинчик, невинная, чистенькая, но зла не знала, на каждом слове краснела, может быть, такая же, как ты была, гордая, обидчивая, на других непохожая, королевная смотрела и сама знала, что целое счастье того ждает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось, и что, если ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой грязные ступеньки, пьяные да растрепанные, что если в ту минуту ей припомнилось все ее прежний чистый год в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положат. И когда они вместе положили любить друг друга навеки, обвенчаться, только что вырастут большие. Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там в углу в подвале как давишь меня, в чахотке поскорее помрешь. В больницу говоришь ты, хорошо свезут, а если ты еще хозяйке нужна, чахотка такая болезнь, это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется, говорит, что здоров, сам себя тешит. А хозяйке то и выгодно, не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, а к тому же деньги должны, значит, ты пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, потому что еще тебя уже подпрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь, пить не допротишься, с ругательством подадут, когда, дискот, ты подлящикой сдохнешь, спать мешаешь, стонешь, гости врезгуют. Это верно, я сам послушал такие слова, суну тебя издыхающие в самый смрадный угол в подвале, в теме сырость, что ты лежа-то одна тогда передумаешь, помрешь, соберут наскоро чужой рукой с ворчанием, с нетерпением, никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет под тебя, только бы поскорее тебя с плеч долой, купят колоду, вынесут, как сегодня ту бедную выносили, в кабак поминать пойдут, в могиле сляхать, мразь, снег мокрый, и для тебя же церемонится, спущай-ка ее, вонюха, и шлить, участь, и тут вверх ногами пошла таковская, у каративировки то пострел, ладно, и так, ничего, ладно, лишь на боку лежит, человек тоже был, али нет, ну да ладно, засыпай, и ругаться-то из-за тебя долго не захотят, засыплют поскорее мокрой синей глиной и уйдут в кабак, тут и конец твоей памяти на земле, другим детям могилы уходят отцы, мужья, у тебя ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе, имя твое исчезнет с лица земли, так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось, грязь до болота, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку, пустите, добрые люди, на свет пожить, я жила, жизни не видала, моя жизнь на аптирку пошла, ее в кабаке на сеной пропеле, пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить, я ушел в пафос до того, что у меня с самого горловая спазма приготовлялась им, вдруг я остановился, приподнялся в испуге, и наклонив боязливо голову, сбьющимся сердцем начал прислушиваться, было отчего и смутиться, давно уж предчувствовал я, что перевернул всю ее душу, разбил ее сердце, и чем больше я удостоверялся в том, тем больше же желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цель, игра, игра влекла меня, впрочем, не одна игра, я знал, что говорю, туго, выделана, даже книжная, одним словом, я иначе не умел, как точно по книжке, но это не смущало меня, я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут, и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу, но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил, нет, никогда, никогда, еще я не был свидетелем такого отчаяния, она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками, ей разрывало грудь, все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах, спершиеся в груди, рыдания тиснили, рвали ее, и вдруг, вопливыми криками, вырывались наружу, тогда, еще сильнее проникала она к подушке, ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзания и слез, она кусала подушку, прогусила руку свою в кровь, я взял это потом, или, вцепившись пальцами в свои, распутавшиеся козы, так и замирал в усилии, сдерживая дыхание стисковой зубы, я было начало что-то говорить и просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, вдруг сам, весь в какой-то основе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро, спираться в дорогу, было темно, как не старался, но не мог кончить скоро, вдруг я ощупал коробку спичек и подсвежник с цельной непочатой свечой, пыркающий свет, озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, бессмысленно посмотрела на меня, я сел под линей, взял ее за руки, ее руки, она опугнилась, бросилась ко мне, хотела была обхватить меня, но не посмела, тихо наклонила передо мной голову, Лиза, друг мой, я напрасно, ты прости меня, начало было я, но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал, вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне, приду, прошептала она решительно, все еще не поднимая своей головы, а теперь я уйду, прощай, до свидания, я встал, встала и она, и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавшую на стуле, платок, набросла себе на плечи до самого подбородка, сделав это, она опять как-то болезненно лупнулась, покраснелась, странно поглядела на меня, мне было больно, я спешила здесь душеваться, подождите, сказала она вдруг, уже в снях у самой двери и останавливая меня рукой за шинель, поставила в пахах свечку и убежала, видно, вспомнив про что-то, или хотела мне принести, показать, убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели на гвах, показалась улыбка, что бы такое, я по неволе дожидался, она воротилась через минуту со взградом, как будто бросившим прощения за что-то, вообще, если уж не было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, угрюмый, недоверчивый и упорный, взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчив в ласковые робки, так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят, глаза у нее были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе любовь, нагрюмую ненависть, не объясняя мне ничего, как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений, оно протянуло мне бумажку, все лицо ее так и просияло в это мгновение с самым наибным, почти детским торжеством, я развернул, это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде очень высокопарное, светистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви, не припомнил теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий сток проглядывало истинное чувство, которого не поделаешь, когда я дочитал, то встретил горячие, любопытные и детские нетерпеливые взгляды ее на себе, она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала, что я скажу, в нескольких словах наскоро, но как-то радостно, как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере в семейном доме у одних очень, очень хороших людей, семейных людей нигде, ничего еще не знают, совсем ничего, потому что она и здесь-то еще только вновь, и только так, а вовсе еще не решилась остаться, и непременно уйдет, как только долг заплатит. Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли только уж очень давно, и родители ее знают. но что об этом, он ничего, ничего, ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день, после танцев, три дня назад, он ее прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила это письмо, и ну вот и все. Она как-то студливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать. Бедненько, она хранила письмо этого студента, как драгоценность, избегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят, честно и искренне, что здесь с ней говорят почтительно. Наверное, этому письму так и сурдено было пролежать в шкатулке без последствий, но все равно, я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость и свое оправдание. И вот теперь я сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной. Вы оставите себя в моих глазах, чтоб я видел, чтоб я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мой красняк все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из недоумения. Гадка истина. End of chapter 7. This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org. This reading by жалостям. Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов. Тьфу, порешил я. И на что это мой адрес учил я ей? Что если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет, ничего. Но, очевидно, главное, самое важное дело теперь было не в этом. Надо было спешить. И во что бы то ни стало, скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем забыл в это утро, захлопотавшись. Прежде всего, надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство занять целых 15 рублей у Антона Антоновича. Как и нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что подписывая расписку с каким-то ухарским видом, небрежно сообщил ему, что вчера покутили с приятельным в отель Париж. Провожали товарища. Даже можно сказать друга детства. И знаете, кутила он большой и сбалован. Ну, разумеется, хорошая фамилия, значительное состояние, блестящая карьера, страумен, Мил интригует с этими дамами, понимаете. Выпили лишних полдюжины и... И ведь ничего. Произносило все это очень легко, развязно и самодовольно. Придя домой, я немедленно написал символу. До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а главное, совершенно без лишних слов. Я обвинил себя во всем оправдывался я. Если только позволится на мне еще оправдываться, тем, что по совершенной непривычке к вину обхинел с первой рюмки, которую будто бы выпил еще до них. Когда поджидал их в отель Дупахи с пяти до шести часов извинения, просил я преимущественно у Симонова, с его же, его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого помнится мне как сквозь сон, я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего совестно, особенно доволен остался я этой некоторой легкостью, даже чуть не небрежностью, впрочем, совершенно приличную, которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов сразу давала им понять, что я смотрю на всю эту вчерашнюю гадость довольно независимо, совсем таки вовсе, таки не убивал наповал, как вы, господа, вероятно думаете, а напротив смотрю так, как следует смотреть на это спокойно, уважающему себя джентльменом, был, дескать, молодцы, неукор, даже, ведь какая-то игривость марксистская, любовался я, перечитывая записку, а ведь от того, что развитой и образованный человек, другие бы на моем месте не знали, как выпутаться, а я вот вывернулся, и кучу себе вновь, и все потому, что образованный и развитой человек нашего времени, да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло, ну нет, не от вина, водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их прожидал, солгал Симонову, солгал бессовестно, да и теперь несовестно, а впрочем, наплевать, главное то, что отделался, я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову, узнав, что в письме деньги Аполлон стал почтительный и согласился сходить, к вечеру я вышел пройтись, голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего, но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли, что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской, толкался я больше по самым людным промышленным улицам, помещанским, по садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящиеся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта крашовая суетня, эта наглая прозаичность в этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти, что-то подымалось, подымалось в душе, беспрерывно, с болью и не хотело угомониться. Совсем расстроенный, я воротился домой, точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление. Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиса. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонова. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой мучился. Что если она придет? Думал я беспрерывно. Ну что ж, ничего, пусть и придет. Хм, скверно уж одно то, что она увидит. Например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался героем, а теперь хм, это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. Я решился вчера ехать в таком платье обедать. А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит. А халат-то мой, которым нельзя закрыться к клочья. И она это все увидит. И Аполлона увидит. Эта скотина, наверное, ее оскорбит. Он придется к ней, придется к ней, чтобы мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю струшу сменить перед ней начну. Закрываться полными халатами, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность. Да и не в этом главное это скверность. Тут есть что-то главнее, гаджет, подлее. Да, подлее. И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску. Дайте, а этой мысли я так вспыхнул. Да чего бесчестную, бесчестную, какую бесчестную. я говорил вчера искренне, я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства. Если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует, но все-таки я никак не мог успокоиться. Весь этот вечер, уже когда я домой воротился, уже после девяти часов, когда по расчету никак не могла прийти, Лиза, мне все-таки она мерещилась и главное вспоминалось все в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся. Это когда я осветил спичкой комнаты и увидал ее бледное искривленное лицо с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту. Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой искривленной ненужной улыбкой, которая у ней была в ту минуту. На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное преувеличением. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее. Все-то я преувеличиваю, тем и хромаю, повторял я себе ежечасно. Но впрочем, впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет. Вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. Придет, непременно придет, восклицал я, бегая по комнате. Не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет. И такой проклятый романтизм всех этих чистых сердец, о мерзость, о глупость, о ограниченность этих поганых сентиментальных душ. Ну как не понять, как бы кажется не понять. Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении. И как мало, мало, думал я мимоходом, нужно было слов, как мало нужно было идиллии, да, и идиллии-то, еще напускной, книжной, сочиненной, чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то, то-то свежесть-то почва. Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, рассказать ей все и упросить ее не приходить ко мне. Но тут при этой мысли во мне подымалась такая злоба, что кажется, я бы так и раздавил эту проклятую Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, наплевал бы, выгнал бы, ударил бы. Прошел однако же день, другой, третий, она не приходила, и я начинал успокаиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже иногда даже начинал иногда мечтать и довольно сладко. Я, например, спасаю Лизу именно тем, что она ко мне ходит. А я ей говорю, я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю, не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь, так для красы. Вероятно. Наконец, она вся смущенная, прекрасно, дрожая, рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель, что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но, Лиза, говорю я, неужели, что ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты из благодарности нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою. Сама насильно вызовешь в себе чувство, которое, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это деспотизм, это неделикатно. Но, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской жорж-зандовской неизвестимой благородной тонкости. Но теперь, теперь ты моя, ты мое сознание, ты чиста, прекрасна, ты прекрасная жена моя. И в дом смело и свободно хозяйкой полную войди. Затем мы начинаем жить, проживать, едем за границей и так далее, и так далее. Одним словом, самому подло становится, и я окончил тем, что дразнил себя языком. Да и не пустят ее мерзавку, думал я. И ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером. Мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов. А, впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась на особых правах состоит. Значит, хм, черт возьми, придет, непременно придет. Хорошо еще, что он развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями и с терпением последнего выводил. Это была язва, моя бич, постанная на меня проведением. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел. Никого в жизни я еще, кажется, так ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой и важный, занимавшийся отчасти партняжеством, но неизвестно почему он презирал меня даже сверх всякой меры и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока, взглянув только на эту белобрысую, гладкопричесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей. И вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле. И при этом самолюбивым, приличным, разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждую свою ногость, непременно влюблен. Он тем смотрел. Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной. А если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешанным взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнений быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете. И если держал меня при себе, то единственно потому только, что он вот меня может было получать каждый месяц жалование. Он соглашался ничего не делать у меня за 7 рублей в месяц. Мне за него много проститься грехов. Доходил я иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришептывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого. Оттого он постоянно шепелявил и фишукал, и кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда бывал начнет читать у себя за перегородкой псалтарь. Много битв вынесли из этого чтения, но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвым. Любопытно, что он тем и кончил, он теперь нанимается читать псалтарь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит существованием моим химическим. К тому же он был, к тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в Шамбр-Гарни. Моя квартира была мой особняк, мой скрыл и мой футляр, в который я прятался от всего человечества. А Аполлон черт знает почему казался мне принадлежащим к этой квартире. И я целых семь лет не мог согнать его. Задержать, например, его жалования хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел истерию, что я бы не знал куда деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился почему-то и для чего-то наказать Аполлона и не выдать ему еще две недели жалования. Я давно, года два собирался это сделать. Единственное, чтобы доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной. И что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалования. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтобы победить его гордость и заставить его самого первого заговорить о жаловании. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены. Но что я не хочу, не хочу, просто не хочу выдавать ему жалования. Не хочу, потому что так не хочу, потому что на это моя воля господская, потому что он непочтительен, потому что он грубьян. Но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам. Не то еще две недели прождет, третья прождет, целый месяц прождет. Но как я не был зол, а все-таки он победил. Я четырех дней не выдержал. Он начинал с того, что всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались. И замечу, я знал все это заранее. Я знал наизусть его подлую тактику. Именно он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут с ряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он по-прежнему молча приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг бывало, ни с того, ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится, дверей сложит, одну руку за спину, оставит, одну ногу и устремит, на свой взгляд. Уж не то, что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо, он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд. Потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом медленно повернется на месть и медленно уйдет в свою комнату. Часто через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я в бешенстве уж не спрашивал его, чего ему надо, а просто сам резко и повелительно поднимал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы бывало друг на друга минуты две. Наконец он повернется медленно и важно и уйдет опять на два часа. Если я и этим все еще не вразумился, не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то вдруг начинает вздыхать на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно, измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения и разумеется качался тем, что он одаревал вполне и бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки предуждаем был исполнить. В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры строгих взглядов, как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен. «Стой», закричал я в выступлении, когда он медленно и молча повертывался с одной рукой за спиной, чтобы уйти в свою комнату. «Стой, воротись!» «Воротись!» говорю я тебе. И должно быть я так неестественно ряхнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня бесило. «Как ты смеешь входить ко мне без спроса и так глядеть на меня?» «Отвечай!» Но, посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться. «Стой!» заревел я, подбегая к нему. «Не с места!» «Так!» «Отвечай теперь!» «Чего ты входил смотреть!» «Если то, первича вам есть, что мне приказать, то мое дело исполнить!» отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое и все это с ужасающим спокойствием. «Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач!» закричал я, трясясь от злобы. «Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда!» «Ты видишь, что я не выдаю тебе жалования, сам не хочешь по гордости поклоняться, попросить и для того приходишь со своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить и не подозреваешь ты, палач, как это глупо! Глупо, 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 глупо!» он был молча опять стал повертываться, но я ухватил его. «Слушай», кричал я ему, «вот деньги, видишь, вот они, я вынул их из столика, все семь рублей, но ты их не получишь». «Не получишь» «до тех самых пор, пока не придешь, почтительно, с повинной головой просить меня прощить». «Слышал?» «Быть того не может», отвечал он с какой-то неестественной самоуверенностью. «Будет», кричал я, «даю тебе честное слово мое, будет». «И не в чем мне у вас прощения просить», продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков. «Потому вы уже обозвали меня палачом, на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить». «Иди, проси», заревел я, «иди сейчас, и минуту, и секунду». «А ты все-таки палач, палач, палач». Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь. «Изволь не Лиза, не было бы ничего этого», решил я про себя. Затем, поставив минуту важной торжественно, но с медленной и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмой. «Аполлон», сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, сходить точно же и немало немедленно за квартальным надзирателем. Он был уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. «Но слышав приказание вдруг выркнул со смеху. Сейчас всю минуту иди, иди, или ты не воображаешь, что будет». «Подлинно вы не в своем уме», заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюка и продолжая вдевать нитку. «И где-то видно, чтоб человек сам против себя за начальством ходил, а касательно страху напрасно только нас насажаетесь, потому ничего не будет». «Иди», бежал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его. Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сини тихо и медленно дворилась, и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросил свою комнату. Там схватив себя обеими руками за волосы, я присонялся головой к стене и замер в этом положении. Минуты через две послушались медленные шаги Аполлона. «Там какая-то вас спрашивает», сказал он, особенно строго смотря на меня. Потом посторонился и пропустил Лизу. Он не хотел уходить и насмешно нас рассматривал. «Ступай, ступай», командовал я ему, потерявшись. В эту минуту мои часы принадлежились, прошипели и пробили семь. End of Chapter 8 This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org This reading by Яковлев Валерий Федор Михайлович Достоевский Записки с подполья Chapter 9 И в дом мой смело и свободно хозяйкой полную войди из той же поэзии. Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами старалась запахнуться полами моего лохматого ватного халатишки. Но точь в точь, как еще недавно в упадке, духа представлял себе. Аполлон, постояв над нами, минуту-две ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что... И она тоже вдруг сконфузилась до того, что... Я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется. Садись, сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она точно же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта наивность ожиданий привела меня в бешенство, но я сдержал себя. Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному, а она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит. Ты меня застала в странном положении, Лиза, начал я заикать и знаю, что именно так-то и не надо начинать. Нет, нет, не думай чего-нибудь, вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела. Я не стыжусь моей бедности, напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден. Можно быть бедным и благородным, бормотал я. Впрочем, хочешь чаю? Нет, начала была она. Подожди! Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться. Аполлон, зашептал я, лихорадочный скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, оставшиеся все время в моем кулаке. Вот твое жалование, видишь, я выдаю, но зато ты должен спасти меня. Немедленно принеси и страктировать чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека. Ты не знаешь, какая это женщина. Это все. Ты, может быть, что-нибудь думаешь, но ты не знаешь, какая это женщина. Аполлон, усевшийся за работу, уже надевший опять очки, сначала не покидая иглы, молча косился на деньги, потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой. Которую все еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним со сложенными а-ля Наполеон руками. Виски мои были смочены потом. Сам я был бледен. Причувствовал это, но слава Богу, верно, ему стало жалко смотря на меня. Кончив со своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно с налочки, медленно пересчитал деньги и, наконец, просив меня через плечо, взять ли полную порцию. Медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой, не убежать ли так, как есть, в халатюшке, куда глаза глядят, а там будет, что будет. Я уселся опять, она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали. «Я убью его!» вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы. «Ах, что вы это!» вскричала она, вздрогнув. «Я убью его!» лежал я, стуча по столу, в совершенном выступлении, несовершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком выступлении. «Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня? Он мой палач, он пошел теперь за сухарями, он...» и вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипыванием. Но я уж их не мог удерживать. Она испугалась. «Что с вами? Что это с вами?» вскрикивала она, суетясь около меня. «Воды! Подай мне воды вон там!» бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтобы спасти приличие, хотя припадок был и действительный. Она подала в эту минуту Аполлон нес чай. Мне вдруг показалось, что это обыкновенный и паразаический чай, ужасно неприличный и мизерный после всего, что было. Я покраснел. Лиза смотрела на Аполлон даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас. «Лиза, ты презираешь меня?» сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает. Она сконфузилась и не сумела ничего ответить. «Пей чай!» проговорил я злобно. Я слился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце. Так бы и убил ее, кажется. Чтобы отомстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», подумал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе. Мы до него не дотрагивались. Я до того дошел, что нарушно не хотел начинать пить, чтобы этим отягодить ее еще больше. Ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Гладый мучник был, конечно, я сам, потому что он вполне осознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости. И в то же время никак не мог удержать себя. Я оттуда хочу совсем выйти, начала была она, чтобы как-нибудь прервать молчание, но, бедная, именно об этом-то и не надо было начинать сговорить в такую и без того глупую минуту, такому и без того глупому, как я человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на нее милость и ненужную прямоту, но что-то безобразное подавило во мне точно же всю жалость, даже еще подзадорило меня еще больше, пропадая все на свете, прошло еще пять минут. Не помешало ли я вам? Начала она робко чуть слышно и стала вставать. Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался. Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне пожалуйста, начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать залпом, я даже не заботился с чего начинать. Зачем ты пришла? Отвечай, отвечай, вскрикивал, я едва помню себя. Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла? Ты пришла, потому что я тебе такие жалкие слова говорил, но вот ты и разнижилась и опять тебе жалких слов захотелось. Так знаешь же, знаешь же, что я тогда смеялся над тобой и теперь смеюсь, чего ты дрожишь? Да, смеялся. Меня перед тем оскорбили за обедом вот те, которые тогда передо мною приехали. Я приехал к вам с тем, чтобы сколотить одного из них офицера, но не удалось, не застал. Надо же было обидно кому-нибудь выместить, свое взять. Ты подвернулась, я на того и вылезло, и насмеялся. Меня унизили. Так и я хотел унизить. Меня в тряпку растерли. Так и я в слазь захотел показать. Вот что было. А ты уже думал, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? Ты это думала, ты это думала. Я знал, что она может быть запутается и не поймет подробностей, но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились, но как будто ее топором подстегли, упала на стул, и все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее. Спасать, продолжал я, скочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате. Отчего спасать? Да я, может, сам тебя хуже, что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе Роцей-то читал, а ты, мол, сам зачем к нам зашел, мораль, что ли, читать? Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижение, истерики твои, вот чего надо мне было тогда, я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался, и черт знает для чего дал тебе бездуровый адрес, так я потом еще домой не дойдя, уже тебя ругал, на чем свет стоит за этот адрес, я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал, потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь, чего, чтобы вы провалились, вот чего, мне надо спокойствие, да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас, сейчас же за копейку продам, свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить, я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить, знала ли ты это или нет, ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себе любит лентяй, я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь, а знаешь, что, все эти три дня меня особенно беспокоило, это то, что, вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатешке, нищего, гадкого, я тебе сказал, да, ведь, а что я не стыжусь своей бедности, так знаешь же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я часами как, так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно, да неужели, ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебя никогда не прощу, того, что ты заставила меня в этом халатешке, когда я бросался, как за собачонка на Аполлона, воскреситель-то, бывший-то, герой бросается, как паршиво, лохматая шавка на своего лаке, а тот смеется над ним, и слез давишь, которых перед тобой я как престижная баба не мог удержать, никогда тебе не прощу, и того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже тебе, тоже никогда тебе не прощу, да, ты, одна ты, за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавис, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый глупый, самый завистливый из тех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые черт знает от чего никогда не конфузятся, а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать, и это моя черта, да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь, и какое, ну какое, какое дело мне до тебя, и до того, погибаешь ты там или нет, да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала, ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике, чего ж тебе еще, чего ж ты еще после всего этого торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь, но тут случилось вдруг странное обстоятельство, я до того привык думать и воображать все по книжке, и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства, но случилось вот что, Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал тебе, она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренне любит, а именно, что я сам несчастлив, испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением, когда же я стал называть подлецом и мерзавцем и полились мои слезы, я проговорил всю эту тираду со слезами, все лицо ее передернуло с какой-то судорогой, она хотела было встать, остановить меня, когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание, зачем ты здесь, зачем мне уходишь, а на то, что мне должно быть очень тяжело самому было все это выговорить, да и забитая она была такая бедная, она считала себя бесконечно ниже меня, где же ей было озлиться, обидеться, она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и вся стремилась, стремясь ко мне, но все еще рабе и не смея сойти из места, просянула ко мне руки, тут сердце и во мне перевернулось, тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала, я тоже не выдержал и зарыдал, так как никогда еще со мной не бывало, мне не дают, я не могу быть добрым, едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике, она припала ко мне, облила меня и как бы замерла в этом объятии, но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти, и вот я ведь омерзительную правду пишу, лежа ничком на диване накрепко и уткнув лицо в деревянную, водреную кожаную подушку мою, я начал помаленьку издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза, чего мне было стыдно, не знаю, но мне было стыдно, пришло мне тоже в удораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь четыре дня назад, и все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване, боже мой, да неужели ж я тогда ей позавидовал, не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь, без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить, но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следовательно, следственно и рассуждать нечем, я, однако же, преодолел себя и приподнял голову, надобно же было когда-нибудь поднять, и вот я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство, чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, я крепко стеснул ее руки, как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту, одно чувство усиливало другое, это походило чуть не на мщение, на лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение она восторжена и горячо обняла меня. End of chapter 9. This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVax.org This reading by Яковлев Валерий St. Petersburg. Федор Михайлович Достоевский записки из-под поля Chapter 10 Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив накрывать голову и должно быть плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мужчинем, новым ей унижением и что к давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная зависовая к ней ненависть. Впрочем, не утверждаю, что она это все поняла отчетливо, но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и главное не в состоянии любить ее. Я знаю, мне скажут, что это невероятно, невероятно быть таким злым и глупым, как я. Пожалуй, еще прибавить невероятно было не полюбить ее или, по крайней мере, не оценить этой любви. Отчего же невероятно. Во-первых, я и полюбить уже не мог, потому что, повторю, любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбую, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением. А потому уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел расценить себя нравственно до того от живой жизни отвык, что давеча в думу попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне жалкие слова слушать. А и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня. Потому что для женщины любви-то и заключается все воскресенье, все спасение от какой бы то ни было да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате в щелчку, заглядывал за ширмой. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла. Спокойствие я желал. Остаться один в подполье желал. Живая жизнь с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно. Но прошло еще несколько минут, она все еще не поднималась, как будто в забытьхи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтобы напомнить ей. Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то. Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно для приличия и отворотился от ее взгляда. «Прощайте», проговорила она, направляясь к двери. Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее и вложил, и потом опять зажал. Затем тот чужой отвернулся, я скачал поскорее в другой угол, чтобы не видеть, по крайней мере. Я хотел было сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно. Не помню себя, потерявшись с дурой, но я не хочу гать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал сапты вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я, наверное, могу сказать. Я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того, напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтобы не видеть, а потом со стыдом я отчаянно бросился вслед за Лизой. Я открыл дверь синим и стал прислушиваться. Лиза, Лиза, крикнула на лестницу, но не смело, в полголоса. Ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках. Лиза, крикнула громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Был поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротилась в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я стоялась у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуты вдруг я весь вздрогнул. Прямо перед собой на столе ее видал. Одним словом, я видел смятую синяя пятерублевая бумажка, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была там бумажка. Другой и быть не могла. Другой и в доме не было. Она стала быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол. Что ж, я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я как безумно бросился одеваться, накинул на себя, что сделал в попыхах и стремглав выбежал за ней. Она и двуссот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу. Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было проходших, никого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я добежал шагов двести до перекрестки и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? И зачем? Упасть перед ней? Зародать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении. Я и хотела это. Вся грудь моя разрывалась на части и никогда, никогда не вспоминуя равнодушно эту минуту. Ну зачем? Подумалась мне. Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же именно за то, что сегодня целовал ее ноги. Разве там ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять в сотый раз цены себя? Разве я не замучиваю ее? Я стояла на снегу, смотрелась в мутную мглу, думала об этом. И не лучше ли, не лучше ли будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, да ведь это очищение, это самое едкое и больное сознание. Завтра же я бы загрязнил с собой ее душ и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда. И как бы ни была гадкая грязь, которая ее ожидает, оскорбление возвысит и очитит ее ненавистью. Хм, может и прощение. А впрочем, легче ли ей от всего этого будет? А в самом деле, вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос. Что лучше, дешевое ли счастье или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой, от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страданий и раскаяния. Ну, разве могло быть хоть какое-то сомнение, какое-либо сомнение, когда я выбегала из квартиры, что я не возвращаюсь с полдороги домой. Никогда больше я не встречала Лизу и ничего не слыхала о ней. Прибавлю тоже, что я надолго оставался доволен фразой о пользе, от оскорблений и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски. Заболел тогда от тоски. Даже теперь, через столько лет, все это как-то слишком нехорошо мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но не кончат ли уж тут записки? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере, мне было стыдно все время, как я писал эту повесть. Стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным расценением в углу и недостатком среды, отвычка от живого и чеславной зубы в подполье, ей-богу, неинтересно. В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя. А главное, все это произведет неприятное впечатление, потому что мы всем отвыкли от жизни, всех роман, всякие более или менее. даже до того отвыкли, что чувствуем подчас в настоящей живой жизни какой-то омерзень, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что в настоящую живую жизнь чуть не считаем за труд почти, что за службу. И все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим, сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну попробуйте, ну дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, оставьте опеку, и мы, доверяю же вас, мы точно же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердите, закричите, ногами затопаете, говорите, дескать, про себя, одного и про ваши мизеры в подполье. А не смейте говорить с темы. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством, что же, собственно, до меня касается. Да ведь я только доводил в моей жизни доиграть все то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусицу принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее в вас выхожу. Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живой это живет теперь, и что оно такое. Как называется? Оставьте нас одних без книжки, и мы точно же запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, чего любить и чего, и что ненавидеть. Что уважать и что презирать? Мы делаем телом и кровью, стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть каким-то небывалыми общечеловеками. Мы, мертворожденные, дорождаемся, да и вновь уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим, скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи, но довольно, не хочу я больше писать из-под поля. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться. Впервые опубликовано журнал «Эпоха» в январе-февраль-апрель 1964 года. Текст воспроизводится по тексту полного собрания сочинений Достоевского, изданного Столовским в 1865 до 1866 годов. А опечатки исправлены по журнальному тексту. End of chapter 10. End of записки из-под поля.